Ну, правильно, правильно. Давайте уйдем от этого. Мы для чего собрались? Мы собрались, чтобы... Неразваб, чайку налей себе, пожалуйста. Не садись, давай. 7 часов уже можно... Пришли обсудить достаточно простые вещи. Нам надо... Или мы принимаем их в простом варианте, или тогда еще на месяца два, заряжаемся, не обсуждаем все. Все лет на 20, да? И все на свиток. Вопросы, которые мы... Это правильно Глеб делает, потому что вот это вот... Это как раз, наверное... Первый вопрос, это понятие. Да, это понималка вот это. Это вот как раз тот лебезый есть, вот. Вот это вот тот лебезый вопрос. Второй вопрос. Это... Я бы так вот сказал. Кто мы? Ты кто? А ты кто? Нет, кто мы? Вот что за сообщество? Ты правильно правильно говоришь. Кто ты такой? Я бы так. Я бы так и сказал. Я бы так и сказал. нас вопросы возникают какого церкви еще раз нормальные честь не песта заявлений на сидим можно назвать у нас у нас не честно они класс по классу так как сейчас социально-социалистической мистической литературы у него не было в то время систисти какого-то футописты если курьер можно было взять сен-симона или кто-то и то у него фаланги это социалистическое право отношения там где-то другого там коммунистический где-то отдавая там город солнце остальные это было не мелкоджиазы полный и в конце концов отношения коммунист к различным оппозиции в основном в чем манифест основная урока мы выделяемся осозняемся и уже просмотрим какие силы параллельно с нами на театре общественной какие нам родственные какие нам стоят какие много сейчас не заинтересованы в развитии самостоятельного правильную штуку он делает для нас для всех единообразное понимать ему предложение написал написал да он написал нам слова и расписал что есть я не говори не говорили про это он совершенно верно делал мы за миром взяли и упростили наш манифест и правила в одному листочку написал для чего мы это сделали потому что в общем то стало понятно даже в разговоре нашего замена что мы быстро не придем к единообразному пониманию двигаться надо вперед и стоять нельзя на месте ютубе со всеми тоже всегда моя позиция прямо на сегодняшний день опереться вот на эти два листочка мы доработаем эти документы и наша жизнь сама нас поправит и мы впишем туда я присылал кучку а вот инвестор да вот у кого-то строчке ну где-то да вот где-то я распечатал я что-то почитала что давайте начнем ну давай Продолжение следует... 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 Просто смотрите, раньше все начиналось с тебя, потому что я помню ту самую первую презентацию, когда ты стоял здесь у доски и рассказывал, что есть полно людей, у которых есть какие-то идеи, но они не знают, как их реализовать. Поэтому мы предлагаем площадку для того, чтобы здесь собираться, обсуждать идеи и искать пути их реализации. Было такое? Да. КБ была создана некая группа, которая примкнула там что-то около 400 человек, в сумме. В сумме. В сумме. Да. Меньше. Ну хорошо. Хорошо. Вот такая вот была создана, это уже можно констатировать. Потом «АнтиКБ» появился «Замир», ну «Замир» существовал в то же время где-то, я не знаю, когда они начали деятельность, у Сергея, наверное, на этом счете. Я «Замира» года два назад с ним познакомился, когда он собрал народ на презентацию, тоже на манифест именно партии, которая «Замир». И он вот этот манифест тогда прочитал, и там вводят какая-то новая была. Все. И это… Нет, ну когда с утра мы начали заниматься, я с Сергеем услышал, что мы начали там, как много, «Азиасы». Вот была еще группа, как это называется, АИЗИЗ, так называемая Ассоциация Заблетателей и Заблетателей, которые пытались восстановить некоторую ассоциацию, которая существовала, начали 20-й век, но, наверное, тоже в курсе, да? В общем, там Борисович там главный… Александр Борисович возглавлял эту группу, я не знаю, сейчас… Они дали меня такой антитез у нас. Ну, якобы, Экспорида уходит в начало 20-го века, это такая ситуация, в общем, результаты инженеров, оказывается, никому не нужны, кроме самих себя они умудряются каким-то образом воплотиться, нам устанавливается советская власть, и, в общем, они начинают в хорошем смысле слова кооператив, в их рамках развивается ГИРД, группа излучения реактивного движения, из которой потом выросла советская космическая программа, частных инициатив, как-то начиналась, пока что-то была разрушена. Но, по-моему, уже по вашему власти развелось, вот они пытаются восстановить эту штуку, но… Конечно… Хорошо, хорошо. Мы сейчас опять уходим, давайте пожелимся. Итак, значит, сегодня в России, мы сейчас говорим про нашу страну, есть некоторые, скажем так, клубы, есть начинания, и не только клубы, есть и общественные структуры, уже которые пытаются раскрутить, раскачать тему инноваций, привлечь туда народ, массы какие-то. Вопрос, почему мы не идем туда? Почему мы хотим что-то другое сделать, вот здесь? Как я вижу ситуацию, те сообщества, которые я знаю, либо это сообщества, ну, или даже, я не знаю, наверное, сообщества какие-то есть, то есть это довольно странные категории. Одно – это какие-то вещи, вырастающие от родственников государства, государственные структуры, и другое – это какие-то частные инициативы. Частные инициативы, как я понимаю, что стартаперские курсовки, в основном, они созданы инвесторами в интересах инвесторов, не в интересах стартаперов, скажем так. По крайней мере, мне неизвестны. Может быть, у Ярославов больше новых инвесторов, но у меня сложилось такое впечатление. То есть, когда я один из там искал какие-то варианты, я делал так. Ну, я дополню, значит, есть акселераторы, есть люди, которые готовы инвестировать в вклады, но готовы делать. А создать из идей какой-то проект или собрать команду – это инкубаторы только в некоторых вузах. В России нет научно-технического малого как минимума бизнеса. просто его нет, не существует. Есть всего несколько компаний, которые чего-то такое делают, а поскольку здесь… Ну, это уже отдельно. Это касается нас, непосредственно. Ну, это мой бизнес и… Не-не-не, я говорю о том, что бизнеса такого нет у нас России. Значит, нет площадок, куда можно прийти со своей идеей, которая неизвестна еще воплотиться или нет. Подождите, пленочерные рефериции… Нет ничегоицик нет. Нет прич Loiron фрагмента… Это декларации. Мы занимаемся декларациями. Нет, я думаю, что они есть… Ну, они есть в каком аспекте. То есть, если у тебя есть только идея прекрасная, но нет команды… С тобой никто не говорит себя. Еще до этого! Если у тебя нет прототипа, с тобой никто говорить – с тобой никто не будет. Если у тебя нет бизнес-плана, с тобой никто разговаривать не будет. И, фактически, если у человека с самого начала как-то вдруг, вот я не знаю, каким чудом не образовалось вот этого всего, то человеку, по сути дела, ну, на мой взгляд, субъективно, мне кажется, что человеку, современному идейному предпринимателю, в душе, ему идти, в общем, нет. Это мы говорим о российской спутине. В принципе, я в последние годы нашел сайт по поиску команд. То есть, туда можно выложить идеи, сайт называется steamfinding.com, да. Я не знаю, насколько он эффективен, но, тем не менее, такая инициатива есть, сайт живой и неэффективен, потому что необходима личная встреча, не возникает химии, которая в интернете. В интернете огромное количество команд, идей, там всего. не возникает химии, чтобы из этого можно сделать проект команды. Ну, я бы не сказал так. Слушай, братцы, мы сейчас очень сильно распулились и долго долго будем говорить. Нет, нет, подожди, надо проверить. Я как раз хочу вот... На самом деле, реализовать вообще, ну, я сам провалил много проект, у меня вот много идей, в общем... Вот ты и подчеркиваешь. Практически со всеми произошла такая вещь, что у меня не создалась команда, ни на что, достаточно ресурсов и так далее, и так далее. Все вот это вот так вот повисло, и на временный момент я пришел к мысли о том, что... ну, изначально я тоже пытался это делать в интернете, но потом вот возникла эта площадка, там, среда такая, в общем, инновационная, условно говоря, и возникла идея сделать такую площадку, ну, то есть в физическом мире, да, именно виртуальном, где люди могли бы встретиться, найти единомышленников... Глуп – это физическая площадка. Ну, онлайн... Я бы сказал, это сообщество. Ну, ладно, это... Ну, то есть вместо... Глуп – это что? Вместо встречи, скажем так, ну, не встречи, где можно найти единомышленников, для того, чтобы подобрать идею, жены команды, найти... А это записывается? Да. Найти все необходимые ресурсы, то есть люди, ну, фактически для реализации правила, что, как правило, деньги не нужны, да, нужно то, что за деньги покупается. То есть, и началось это все тогда с того, что у людей там есть столярные, комиссарские, есть у нас там помещения, 3D-принтеры, лазерная резка и так далее, обычно оборудование всякого. Когда мы можем уже действительно... То есть реальные ресурсы, то есть если мы их соединим каким-то образом, мы найдем грань взаимовыгодного сотрудничества и создадим таким образом среду, в которой мы можем узнавать на новых проектов, участвовать в них, инвестировать у них свое время, ресурсы, деньги, там, не важно что, там, недвижимость, может быть, там, вместо работы, материалов, не важно, какие ресурсы, по сути дела, и получать от этого какую-то выгоду. То есть это не просто, как мне выслалось тогда, не просто клуб взаимополучий, что вот такие хорошие ребята, мы друг другу помогаем, а мы помогаем в определенном смысле с некоторым корыстным интересом. То есть если я помог этому проекту, да, я в него что-то вложил, ну, у меня там материал, я себе что-то делал, а осталось. Ну, я могу отдать, если кому-то надо, у меня сейчас валяется по ногам и мешается. А может быть, для человека это, там, является некоторым, скажем так, называется, краудсорсингом. Да, по сути дела, по обыске, если мы устояли, то есть вместо краудсфандинга будет исключительно деньгами финансировать, то краудсорсинг – это все что угодно, там, с мировой планировки можно сложить. То есть мы будем называться все-таки «Клубом инноваторов» или «Клубом складчинга»? Вопрос, да, такой, как это лучше звучать будет. Мне, например, кажется, что могут быть интересные проекты, которые могут быть не инновационные. Или, например, проект «Снять фильм» – это инновационный проект или не инновационный проект? Вот, тем не менее… Да, смотря про что этот фильм там. Тем не менее, это некоторый проект, некоторые предпринимательские. История, когда надо собрать команду, надо сделать определенную работу… Налаза, ненаванцам. Налаза, а, что я пойду… Налаза, давай, работа… Клубка, он может быть раздавлен, а там, обеспечение людей, площадка, где можно высказываться, вот это… Нет, в том числе. Дальше, клубка это… Налаза – это разрабление. Это нововедение в области. Это нововедение в области. А вот эти люди, они для чего собираются? Для реализации проекта. Проекты. То есть ключевые слова в клубе – это люди, проекты, ресурсы. Можно прочитать, потому что вы сами все читали, наверное. Я бы сказал, что клуб изобретателей, слово изобретателей, не надо выбирать. Чисто и спродвижимо. А у меня тут есть. У меня просто оно идет в строке. В том числе. Ну, потому что это слово гораздо лучше, чем и нововедение. Ну, в принципе, наверное. А может по-другому-то клуб инноваторов, изобретателей, идиотционализаций. А вот для них тоже на разный. Ну, в хорошем году. В общем, это разный. Ценализаторы – это одно. Подождите, вот может быть… Собретатель, другой инноваций. Ярослав, может быть, прав в чем. У нас есть какие-то въевшиеся уже, по-хорошему и по-плохому. Хотя я с другой стороны скажу, Калишов у нас не изобретатель. Да. У нас инновация, как бы, уже понятная, что она для нас с вами – это не английское корялое маленькое русское слово, а очень широкое понятие. Если он не устроится, то пускай неизмально. Может быть, его и оставить. Потому что в него входит и идеолог, и изобретатель. И снимающий кино, и пашущий зим. Давайте по 3 минуты найдем. Давайте не будем говорить. Мне кажется, живое. У нас немного крутого стола, чтобы ограничить. Ну, ты прочитай. Смотрите, вот назад мы это все обсуждали. Давай. И то, что я выбрал, написал на своем сайте. Это свободно-децентрализованный клуб инноватторов и изобретателей. Клуб творцов, клуб предпринимателей, инвесторов-экспертов. То есть ты перечислил просто качество тех людей, которые сюда входят. То есть ты все цепочек перечислил для того, чтобы… А что такое децентрализованное? А что такое децентрализованное? Я вот это без конца не понимаю. Эти словечки я без конца не понимаю. Люди, которые говорят эти слова, они понимают эти слова. Что такое децентрализованное? Ну, отсутствие центра. А какого центра нет? Тогда у нас много клубов должно быть. Кажется сам по себе. А что у нас есть? Смотри, центром является правило игры. Это не физическая площадка. Это не сайт. Это не человек там, кто бы он ни был, да? Это правило игры. Мы предлагаем эти правила в мир. И клубов десятки тысяч. Да, согласен. А что такое децентрализованный клуб? Нет одного управления. Управление нет ни с какого центра. Все это будет централизация. Когда с какого центра идет управление, все это остальные клубы. Или нет управления над клубом? Нет управления над клубом. А внутри каждого из клубов есть свои собственные. Хорошо. Что ты будешь делать с клубом, Александр Борисович? Ничего. Ты к нему никак не относишься? Нет. А я сюда пришел благодаря этому клубу. А я знаю, что там люди грамотнее, чем мы с вами. В плане физических явлений и всего остального. И как мы без них справимся? Мы более шкалеры по сравнению. И централизация в чем заключается? Как мы с ними? Что никто никого не подминает под себя. Нет, не подминается. Вот это все. Есть централизованные управления, когда какой-то клуб берет под себя подминать остальные, начинает им негативовать свое железо. А где централизация? Там нет такой жесткой. Смотрите, недаром же я это с вами. А партнерские отношения никак? Чтобы посмотреть. Давайте, давайте. Нет, я просто подумала, что почему подминает, а не партнерские отношения? Обязательно подмять кого-то под кого-то. Хорошо. Допустим, 10 клубов. Какие партнерские отношения у 10 между собой? Ну, вот, допустим, я первый раз вижу. Допустим, какой-то клуб занимается танцами, какой-то ораторским искусством, какой-то, я не знаю, пением, да? Все они, в принципе, в творческой связке. И каждый может работать совместно в партнерстве, правильно? Каждый может. И давайте, разве тут невозможен такой же вариант? Нет, здесь о чем? Здесь у вас разные специализации. Когда специализация одна и та же, и там, и там. А, тогда можно съедать друг друга, да. А как сделать так, чтобы они не съедали? Вот это как раз где-то. Есть централизация. Я прошу, что вот среди этих сетей все равны. И как можно сказать, это централизация, взаимодействие. Нету центрального какого-то главного человека или клуба клубов, этого нет. Но здесь какой-то координирующий центрик создается, который игры не влияет. Но это просто разные клубы. Или это один клуб? Это хорошо, когда раз... Может быть, в одном клубе все это, как бы, разные направления. Если есть один клуб, если мы говорим о том, что нас один клуб, значит, должно быть что-то такое, что нас действительно объединяет. Если один клуб, если мы говорим о том, что у нас не просто здесь клуб танцев, здесь клуб изобразительного искусства, да. Но они просто разные клубы, каждый живет для себя, там, кто-то воспевает одни идеалы, кто-то другие, да. Да, там, кто-то целый, свидетели Егор и так далее, да. Но за светство платят одинаково. Правила игры одинаково, вот это централизация, взаимодействие, тот же свет. Ну, правила игры одинаково, надо тогда со всеми клубами договариваться и давить один, который задает. А у всех своя религия. Нам не было один клуб, нам надо правила одни. Нам не клуб нужен, нам правила. Вот эти правила... Правила одни внутри нашего клуба или... Один раз формируется это документ, это консенсус там по-английски, да, называется это соглашение, общественное соглашение, что ты принимаешь эти правила, значит, ты в клуб. Мы сейчас пишем правила только двумя. Так, можно я секунду, вот просто, когда тут тоже начались вот эти вот падания с лейтенантом Борисовичем, тут была такая история. О-о-о, я сейчас посмотрю. Замечаем. Вот. У меня пришла такая мысль, что, в принципе, действительно у нас тогда существовала уже, говорится, ясно, свидетельство Музамира, которая была отдельно, соответственно, вот, сообществом Александра Борисовича и мы, и, в общем, нам надо как-то было это все делать. Такая, для меня появилась такая метафора, что, в принципе, можно сказать, что мы все находимся, в рамках, условно говоря, одной церкви, да, в которой есть там общие догматы, нечто общее, система ценности, которая нас объединяет, но при этом в рамках вот этой вот одной церкви существуют разные монастыри со своими уставами. И из одного монастыря в другую не входит. То есть могут существовать множество площадок, которые могут быть как-либо там вести себя и устраивать свою жизнь по любым правилам, но они разделяют определенную систему церкви. Вот в этом и есть децентрализация. Не в клубе, в конкретном, что он децентрализовывает, а внутри клуба, в его жизни децентрализация, если что-то пошло. Ну, кстати говоря, вот если говорить о церкви, действительно можно сказать, что... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Так, очень интересно... Сейчас... Ну, а в конце концов вам интересуют документы, а не трансляции. Бывает продукт. Без трансляции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья мои, сейчас, подождите, дайте, дайте, вы работали над этим, понимаешь, это, вы сидели там, со слухи жаль, а они работали. Да все работали, не было безработного. Я что хочу сказать, мне так кажется, не стоит сейчас выходить к клубу Александра Борисовича Сигна, или еще куда-то, мы сегодня, нам, чтобы хоть как-то это двигаться вперед, надо закончить с элементарными понятиями для нашего клуба. А потом будем привязываться, притираться к другим клубам. Единственное, для понятия, я хотел бы сказать, почему я считаю, что централизация и децентрализация, систем чистой централизации и чистой децентрализации не существует, они все в каком-то балансе. Я специально написал вот это наше общественное объединение, и показал, что клуб подник. Почему? Потому что, когда Александр Борисович, или еще какой-то, или вот девушка сказала, там разные клубы, а если их три клуба, танцевальность, например, одинакового клуба, они начинают конкурировать. Конкуренция очень часто бывает вредна. Она бывает полезна, а бывает вредна. Если хотите, я пример буквально короткий приведу. В 90-е годы, когда начало разваливаться наша страна, у нас угробилась там вся рыбная промышленность. Каким образом она угробилась? Появилась куча свободных децентрализованных кооперативов и хозяев, которые начали рыбу продавать на рынке, на международном. И они сбили цену. В итоге они угробили себе всякую статистику, все убили. И все. И до сих пор это тянется. Вот работа децентрализации, когда нет центра. Поэтому общественное объединение, это в будущем, может оно что-то не так будет. Но сейчас, чтобы мы понимали, общественное объединение, оно встанет выше наших клубов. Оно будет нашей партией, грубо говоря, или чем-то еще. То есть я должен подчиняться. Но подчиняться в каком смысле? Подчиняться, например. Смотрите. Вот есть пример, он может быть не очень хороший в историческом плане. Но в плане романтизма он очень шикарный, мне кажется. Это пираты. Вот пираты ведь у них были очень жесткие правила, законы. И они выбирали капитана. И слово капитана для них законно. Потому что были причины, скажем так. И была компуляция, но и была мотивация, чтобы что-то как-то делать. И децентрализация. И децентрализация. Все это было. Так вот, смотрите. Самое интересное, что мы должны просто сделать такой клуб, чтобы он зарождал в них мотивацию, чтобы было интересно, чтобы были какие-то реально достижительные действия производились. Чтобы были, опять-таки, действовали не так, как многие люди, а некоторые ребята выступают, да? Когда к ним начинаешь обращаться, вот так вот уже, за последние переписки буквально, например, что ну давай помоги-то нам забрать команду. Хорошо, чем заниматься, сколько денег готовы сплатить. То есть, здесь говорится одно, а там говорится другое. Ну вот, несоответствие, как бы, определенных вещей. Поэтому я и предлагаю, что мы все-таки возьмем за основу некий вот тот вариант, который мы уже сократили. Ну вот, да. Значит, кто-то предлагал по пунктам прямо обсудить и принять по пунктам, что там. Ну, у нас есть сейчас время буквально пробежаться. Что-то более 4-5. Ну, главное, чтобы оно... Вопрос можно? На какую категорию граждан вообще вот клуб ориентирован? От 7 до 7. Почему это? Ну, если ребенок гениален, понимаете? А если гениален, он очень хочет. Не, не хочет. Потому что он очень хочет. Вопрос сложный. Вот смотри, вот представьте себе сейчас здесь, если бы вот все стулья были заняты, и каждому хотелось бы наступить. Уже очень сложно. Тут даже есть часики специально по 3 минуты каждому дают. Мы вот обсуждали этот вопрос, что когда начали приглашать сюда людей со своими идеями, каждый начал наступать, что у каждого уже есть какие-то идеи. Каждый наступает с идеей, а какой целью он наступает с этой идеей? Чтобы найти здесь поддержку, чтобы найти единомышленный, чтобы ему помогли. Кажется, где я выступил, у них же у нас у всех своя идея. А как мы будем друг другу помогать? Свои идеи, да. Рассказав идеи, кто-то может сказать, я тебе могу помочь, у меня есть вот этот ресурс, у меня вот этот ресурс. Правильно. Все люди объединяются и создают какое-то дело. На самом деле, у меня позиция такая, что все идеи, они как бы должны быть интересны конечным покупателям. Мы ради чего-то это все делаем, чтобы получить какой-то продукт, продать его, заработать на этом деньги. Хотя не все проекты только ради денег, опять-таки, да? Но тут кому как нравится. У меня пока ученицы проекты все направлены, чтобы зарабатывать деньги. Хорошо, нашли. Мы идем в русле, в общем. Так и не страшно. Давайте мы не будем сейчас. Но вот так же делаются варианты. Готовный новатор, чтобы у вас с одной системой, где уже основной был не зарабатывать денег, а обеспечение на всех. Подождите, пусть закончат классы. Вы просили там детей. Зарабатывание. А самообеспечение. Значит, клуб. Займопомысл. Клуб. Он открыт для всех. Но должна быть система какая-то организация вот этого всего хозяйства. Понимаешь? Значит, ну вот мы сейчас вот так собрались. Там через день у нас еще больше соберется. Потом еще, еще, еще. Идет толпа уже. Большая. Это уже структуризацию проводить. То есть уже разбивать. А здесь уже собираешься только координаторы от своих групп. И уже идет обмен информацией. Если она будет развиваться. Если мы не хотим развиваться, структуру не будем развивать. Тут будет 10 человек и все. Я сколько раз замечал, когда нет структуризации. Ну, 10 плюс 100 максимум. Самый промышленный. А я сейчас еще раз спрашиваю. Еще раз приходит. Вот написано на правильной строчке. Я не знаю, если сегодняшний будет с вами собраться. Давай по пункту. Какой основной скелет? Первый шаг. Это первый шаг. Ну, чтобы завтра мы с вами живем. Если мы его принимаем, все. И говорим, добро. Зачитывай. Это первый шаг. Мы, инноват, 21 века. Докладаясь и опираясь на опыт наших предшественников, постоянно двигаемся вперед в поисках. Но введение в области техники, технологии, организации труда или управления организмом, основанных на использовании достижений науки и передового опыта, обеспечивающих качественное повышение эффективности производственной системы или качества продукции. И это, конечно, предлагается сократить. Просто мы, иннователи, 21 века. Это там раскрыто, что такое инновации. В стопочках, это на ядерей Сергея. Это вы не шла. Что такое инновации, да? Вопросы никаких. Я думаю, что я думаю. Стать. Дашь второе. Ну, примути, кстати. Никто меня за собой не ругается. Что заставляет нас делать это? Какие-то неведомые силы наполняют наш разум божественной строй и открывают творческий начало. Ну, это... Ну, это... Это же мунифер. Мунифер должно звучит. Да, действительно. Мне это нравится. Я есть еще что-то хочу до того, что вы должны также отметить, почему старые формы и другие клубы не устраиваются. Почему мы решили создать... Давай мы все это сочетаем, а потом еще... Секундочку. Значит, мы в первом пункте сказали, что мы опираемся на опыт нашего предшественника. Это наши предшественники, они служили военно-промышленным комплексом. А когда нас используют? Как какая разница? То есть, никогда изобретатель сам не был как изобретатель, как субъект. Он всегда был как объект. Кто его финансы использует, чтобы создать какие-то банковские системы. А когда изобретатель что, сам противоречит. Но опыт этот ход, и тот, и тот, и тот. Он использует любой опыт. Любой опыт. И там преработать на охотниках, как он. Не, не, не. Президент в этом. То есть, почему мы клуб создаем свой, а не могли другие клубы пойти, финансисты, там, по-моему, помогать. Мы не противоречим, что существующие там, они устраивают, они есть, они работают, все нормально. Мы создаем новую форму. Ребята есть. Да. Нам она кажется лучше, и мы готовы пойти. А старые, мы устраиваем, которые существуют. Мы не против. Нам и почему они не устраивают. Мы же ходим, не знаю, в электричке, ездим там, устраиваемся, устраиваемся. Да он, Людмила Александровна Владимировича. Ты ходил? Но он в контроле. Иди, слушай. Он же тебе не дадут. Старый, старый. Он же тебе жизни не дадут. Он молочи наши держит. Но вот такой свободы не будет. Есть разные формы, но вот, как бы, я считаю, надо оставить. Я божественный. Я божественный. 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 Ладно. Что старые формы, как мясо, старые формы, они гасят все божественные искры. Отчеркиваю, в изобретаниях. И они загоняют изобретателя узкие рамы своих эскиз. Я вас подчеркиваю. Этот документ не является догмой. Можно его 350 раз переписать. Просто нам первый шаг надо сделать. Уйти дальше. Ну, просто дополнить. Я предлагаю это дополнить. Ну, это как дальнейшее. Потом дополнить. Когда это серьезно. Не нафиг. Ну, а вопутка всего 3. Третье. Бывает, чтобы найти стоящую идею, проходит немало мучительных раздумий от введения идей и результатов тяжких выруков. Слушайте, подождите. Как-то все разрушается. Бывает, бывает так. А в оригинале так по-другому. Вот, знаете. В оригинале, он смешал к себе выше. И правила, и колеба сам. Я почему-то не выдерзну, но... Вот, слышно. Я же не знал, что вы так будете с канами. Слышно. Я вам писал, как вот шло и так написал. Нам тяжело у себя. Вот. Смотри. Все, что тяжело, нас выкидывает. Нет. Тяжело. Я почему-то и говорю. У нас 3 человека или 5 человек. Перед той же мучительцами. Где нам собраться? Именно они. Вот мы и собраничимся. Мы сейчас друг. Мы не на один вечер. Там бутыр варяется. Мы не можем найти стоящую идею. Давай завтра соберемся. Нет, не поводят. Это братцы мои. Вот. Все. Давай, мы сейчас собрались. Давайте работаем. Ну, видишь, он занялся другим. Чему? Одинаковый текст. Нет, он одинаковый. Он просто разговаривает не одинаковый. Он сокращен. Он сокращен. Что-то если я читаю. Бывает. Чтобы найти стоящую идею. Проходит немало мучительных раздумий. От доведения идей до результата. Когда все представишь, увидишь. Здесь, в этом пункте, вопросы есть. Сейчас будет странно. А может, это вообще бы выносит? Бывает. Мне кажется, вполне. Люди. Я предлагаю все-таки краткий вариант почитать сначала. Прочти его. Весь. Весь. Ну, вообще, в принципе, по структуре этого документа есть. С чего он должен состоять? Ну, это просто призыв. И унифест – это текст. Мы выписали сейчас, перед началом нашего собрания, что есть по понятию. Унифест – это призыв к какому-то действию. Чтобы, когда ты читаешь, вот это что-то ты читаешь, чтобы у тебя что-то с людьми относится, тебе бы захотелось войти, ну, купить в это сообщество. Мы часть. Слово «зажигательный текст». Слово «зажигательный текст» должен быть. То есть это не правило. Я не говорил про правило. Это замануха. Это не некоторая такая вот кранка, которая нас объединяет. Но вот лично для меня удобнее или заползать. Да, что мы – это мы. Мы – инноват. Цели у нас такие. Да, да. Ну, надо сказать целью языком, без всяких. Хотя, вот, как-то… Ну, я еще представляю, что вот как Маркс такой с Эмбрисом, мы пошли таким же. То есть они сначала выделили уже один пролетариат, пролетариат – коммунисты. Потом они социалистические учения писали, которые существуют на данный момент. Потом консервативные. И в конце они пришли отношения коммунистов, то есть как они выделились, как из этого общего классового. И наши различные оппозиционные партии отношения. И что вы написали на нефест? И что к нам открыли? То есть, ты, посмотри, ты правильно, наверное, не говоришь. Ну, они так, холосты могут. Потому что мы-то психологически. Нам надо реализоваться какой-то цельной нашей программы. Ну, у нас психология какая-либо. Инновация, инновация, психология. Не кажется, человек обладает таким качеством психологическим инновацией. Слышь меня, он не может отширить на нефест. И тогда, когда там станет тэнгер, тогда, наверное, будет понятно, что ты говоришь. Ты себе вырываешь какие-то контексты. Нет, ну я просто как образец взял, что-то манифест, как резервец. То есть, подражать им-то писать. Ну, правила, дальше. Мы подписываемся, что да, оно есть. Так, дальше правила. Хорошо. Нет, дальше лежать надо. Если вы понимаете, то дальше. Ну, не без правила, все, дальше кто и будет соблюдать. Правила, в частности, они предполагают, что какие-то обязанности и какие-то возможности. То есть, если ты являешься, принимаешь эти правила, значит, у тебя появляется возможность. И появляется обязанность. В первую статью функциональная группа уже выделяется, которая будет уже партирует продукты. Можно немножко, вот я все теперь вернусь в самое начало, мы иначе ничего не приближаем. У меня есть небольшой опыт, но в той организации, которую мы сумеем создать, мы не обсуждали правила. Мы их сами написали. Сколько человек писал? Двое. Двое. Правильно? И ту писал, а двое. Мы их написали, сказали, вот такие вот правила. Хотите, присоединяйтесь. Не хотите, изменяйтесь. Ясно. Всего 200 тысяч пока нашлось. Я думаю, что пока их будет больше, потому что ситуация... Ну, там продукт, там все завязано на бизнес. Что мы здесь хотим? На всех мы хотим, мы всем не будем. Мы никогда не сможем на всех. А у вас, я бы скажу, у вас аферта. Аферта, да? И человек, когда заполняет. Аферта, собственно говоря, есть заказчик, есть исполнитель в аферте. То есть, ну, как, есть две, как сказать, контрагенции, они в некотором смысле противоположны. Это ли мы говорим сейчас про правила? Нет. Аферта, это именно некоторые отчерктирилы. Мы сейчас говорим про правила. Понимаешь? Правила. Правила первое, второе. Мы, там, у нас написано, там, КСО, это открытое сообщество людей. Там, трата, да, 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 да. Аферта, там, круг 16-18 пунктов. И когда у нас какие-то нюансы возникают, мы туда обращаемся, когда как мы тут решим. Под эти правила есть еще несколько, ну, скажем так, наверное, инструкций, что такое региональный предстоятель. Это уже то, после того, как мы все тексты, то вот сейчас вот клуб, но не у меня воспринимается так, что такое клуб, вот, прочитаем. Вот мы, когда писали вот эти все тексты, да, у нас было просто, мы должны были ответить всего на три вопроса. Что, как, зачем. Ответили на них. Дальше правильно. После этого уже детализация каких-то процессов пошла, понимаешь? Вот надо все упрощать. И даже сейчас, читая по пунктам принимания, принят вот даже, ну, не правда, что это будет долго, как Сергей говорит, это только начало, поэтому давайте так. Нет, нет, я говорю, что это недолго. Давайте так. Есть ли у кого-то противоречие с тем, что вот так делали? Давайте прочитаем. Давайте да полностью прочитаем. Так я еще скажу. Есть какие-то. Ну, ты по этим читаешь. Ну, я по другому. Ну, на, на, вот, Кирилл, лучше читать. Я думаю, я просто читаю. Давайте я прочитаю. Давай, хорошо. Клуб «Инноватор» Манифест. Мы, инноваторы 21 века, вдохновляясь и опираясь на опыт наших предшественников, постоянно двигаемся вперед в поисках нововведений в области техники, технологии, организации труда или управления, основанных на использовании достижений науки и передового опыта, обеспечивающих качественное выполнение эффективности производственной системы. Что заставляет нас это делать? Какие-то неведомые силы наполняют наш разум божественной искрой и открывают творческие начала. Бывает, что, чтобы найти стоящую идею, приходит немало мучительных раздумий, а доведение идеи до результата – это очень трудно. Именно поэтому мы и объединяемся в клуб единомышленников, каждый из которых, в свою очередь, является экспертом инноваций и способен поддержать или высказать обоснованное сомнение по поводу инноваций своих коллег. Вот здесь Кирилл сказал, что если он сказал, что не полетит, это неправда, опять же, но это неважно, может, очкаюсь. Члены клуба уважительно относятся к разработкам друг друга. По желанию автора, вокруг его идей может собираться команда для реализации идей. В такой момент автор превращается в лидера и капитана команды. Он способен все видеть сверху, описывать все детали, распределять задачи и собирать единую картину в выполнении работы каждого из участников команды. Порой бывает так, что у лидера недостаточно организаторских способностей для создания рабочей команды. Тогда он вправе привлечь помощника – ботсмана, который становится полноправным участником команды. Члены клуба понимают, что общий успех клуба важнее их личной разработки. При этом общий успех – это сумма успешных личных разработок. Поэтому работают с полной отдачей, чтобы видеть и собственные, и общественные результаты. Соответственно, и личные, и аккумулирующие общие успехи приносят вознаграждение от внедрения. Члены клуба несут ответственность за совместные решения результатов, надо писать, команды. При этом клуб не отвечает по обязательствам членов клуба. Клуб инноваторов не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на принципах открытости и здравого смысла. Распространение информации о деятельности клуба инноваторов осуществляется всеми доступными способами. Членом клуба может стать любой гражданин согласно с положениями документов клуба, манекиста и правил. Что противоречит? В целом все нормально. Каждый пункт тоже. У меня вопрос, какие из этих пунктов вы брали? Вы брали про проценты? Знаешь, что они здесь. Ну, здесь я не хочу. Вот, Влад, у меня право отношения. Хорошо. Если вы наступили воспринимаете, давайте возьмем, сколько вы у нас времени прочитали. Уже рассылка была, уже каждый прочитал. Ну, вот, оказывается, вы читал. Нет, это уже это было у меня, это было, это я читал. Там он побольше был. Правильно. Сергей Савиров, он уже полезен. Добавил. Почему так? Ну, что-то убрали. Ну, что-то убрали. Нет, ну, на самом деле, я убрали, что... Я вот это вообще слышу. Насчет долей, это тоже, по-моему. Замир, профессор, ты. Куда? Это вылочка. 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 У меня, просто смотри, какая... Интересная идея была, что если у человека не сидели, он начинает ее разрабатывать 10%. Ты говоришь, что в 10 до февраля, она... Смотрите, я специально эту финансовую сторону убрал, потому что это инструмент. Это может быть так, это может быть так, это может быть как угодно. Нет смысла сейчас принимать это. Это мы отдельно с вами должны рассматривать, ну, это технологии. А сейчас в общей декларации просто, в общей праве. Ну, собственно, я даже в документах, по сути, тоже... Передвинул, потому что манифесты... Ну, верно, нет части, надо эту страничку, а потом идут организаторы... Да, потом тоже правила. Финансы, правила, 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 и там, ну, пошел... В чем правило, как административный, так финансовый. Там, и дальше, там разворачивается какой-то нет, да, там, законный... Ну, вот это дополнять можно, бесконечно. Я считаю, надо в таком кратном варианте... Ты знаешь, что вот опять-таки члены клуба нет, соответственно, за самим... Члены клуба не могут нести ответственность за те решения, за которые они не... Ну, вот, например, кто-то за, кто-то против. Тот, кто против, не должен нести ответственность. И тут не должно быть, что подчинение большинству, большинству там... То есть, большинство, большинство... Не только угадали, но еще и добавили, да. Тогда клубе надо указывать. Что ты говоришь? Нет, это же другое... Да, да, это же правило... Не-не-не, там это есть. Там все. Вы что думаете, молодые? Вы, собственно, сегодня... Я бы распакованникаю в вашей ситуации. Они не видели, что это просто... Да, я сегодня... Вы первый раз, что-то... Я... Что вас привело? Каких же... Я привело. У меня... А, у вас не что, а кто привело? Нет, ну, как бы, вот, мы у вас друзья с детства знакомы, поэтому... Прямо вот мы, прямо с половиной там вместе, да, росли на одной улице. Сейчас мы встретились. А, все мы это не видели? Мы видели, да, но мы увидели. А сегодня, сегодня... Пришли вот сюда, мы пришли в группу, он говорит, вот, там дают телевидение, давай пойдем посмотрим. А у меня всегда много людей, но я... Я так понимаю, что здесь люди очень умные сидят. Я к себе к таким не отношу, потому что я творческий человек. Да, хорошо, ладно. Нет, я творческий человек, я больше там... Скажем так, в полете, скажем так. Но мне нравится ваша структура, то, что вы пытаетесь ее структуризировать, оформить это все как-то. Но надо в это вникнуть. Это может быть на рене. На рене. Да. Знаете, это уже продолжается, не первый день. Ну вот это мне уже не привлекает. Я думала, что это все быстро. Я знаете, о чем сижу сейчас думаю? Вот мы собрались, да, допустим, я хочу какое-то дело замутить, грубо говоря. Я говорю, вот, ты здорово там музыку пишешь, ты здорово рисуешь, да? Ты там, я не знаю, здорово снимаешь. Я там здорово пою. Давайте, ребята, объединимся, снимем мультик там, или там фильм, или создадим какой-то спектакль. О, давайте, мы сели в команду, кто нам нужен? Нам никто не нужен. Мы делаем инфродукт, мы его потом отправляем на все. Сейчас, о чем разговор? О том, чтобы больше народу сюда привлечь? Не можем. Разного. Успешность сообщества зависит, конечно, от количества участников. Чем больше будет разных направлений людей, тем больше будет правильность, которые давать. Чем больше количество людей, тем больше идей, тем больше ресурсов у этого сообщества. Больше комбинации. Да, да, да. Соединить, соответственно, больше потенциалов. А что так долго-то позвал всех, допустим, композиторов, ревенжировщиков, художников и прочих, и сделал это. Главное, что это идея, а под нее победить, и людей можно подтянуть. Вот смотрите, когда вы зовете кого-то куда-то, да, давай это сделаем, давай это сделаем, у вас возникает вопрос, что один говорит, слушай, ну я готов там по барабанить, ну блин, ты не заплати там сколько-то там. Возникают такие вопросы? Или сначала, давай, ты сначала по барабань, потом сделаем дело, и потом по теме доходы, которые получились. Это же мы обговариваем, в принципе, если человек не согласен, пожалуйста, нет. Если он согласен на, скажем так, вначале, на общих условиях, на вдохновение, это все дело, в чем вопрос, давайте сделаем, а посмотрим, что из этого выйдет. Тут же получается на оптимизме, скажем так, на таком смысле строится. А вот. Я не тут связываюсь. Вы че занимаетесь? Правильно. Чем занимаетесь? Я? Музыка. Музыка. Фильмар. Вы постараться про это говорите? Да, да, понимаете, да? И что там долго, давайте быстрее. Вот человек, который хочет группу создать, в рамках клуба, он приходит с этой идеей расписанной, ну по-хорошему. Он может с этой идеей просто прийти и сказать, народ, вот такая идея, помогите. А может прийти уже, ну грубо говоря, в рамках клуба, бизнес-проектов, где есть расчет, не только идея, а описано зачем, почему и как. Разложена примерно технологическая структура по людям, по финансам. Да, вот так вот сделаем и запустим. Да, а чем проблема? Ну вот, когда увидел первый раз, я тоже самое. У нас подготовку и нет. Почему мы? Мы чувствуем идеи. Надо делать, люди сидят, разговаривают. Давайте, чтобы крутить. А, есть идеи, вот у вас лично. Давайте подтягивать под эту идею. А ну что, триллиарно? Будем подтягивать людей, у которых не триллиарно. Более дешевые. Пускай. И для этого нужны люди, которые обладают знаниями академиков и так далее, и так далее. Кроме нас с вами. Будем искать таких же энтузиастов. Пусть у нас мало людей, которые уже наелось. Положите, это пустое. Это не, 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 Серега, подождите, это очень серьезные дела. Это я понимаю, что это свой проект, да? Смотрите, смотрите, а теперь я, у меня тоже есть проект. Отлично. Давайте ко мне. У него тут там миллиарды какие-то выборы. Давайте. Давайте, у меня все просто приземленное. Смотрите. И вот как еще, а у меня тоже есть еще. Нет, ну, вы люди же разные. Я хочу, допустим, быстрый, конкретный приземленный проект. А кто-то хочет 30 лет на это положить, в этом копаться, в этом разбираться. И достичь, может быть, через 40 лет, там, через 30 лет, улететь, я не знаю, на Марс жить. Так это же не я хочу. А кто? Или с вами будем жить, наверное, на этой земле, я не буду. Вот так будете, про это зайти, на этот, вот эти 30 лет, и про это. Давайте, давайте меня в депринфест, примем. Сможем, что там изменилось. Подожди, вопрос вылез. Вот, который был, Кирилл, вот этот вот был. Я написал, как, Дарья, вот. Ну, Дарья, может, прочитай. Я, на самом деле, у меня, вот я читаю, у меня футболировки, как, не устрают. Отлично, Кирилл, Кирилл, ты мог прочитать на себя, Я написал, как же, Кирилл, я написал, я написал. Я написал, что, понимаешь, что... Да, а вы скажете, глухо ли хорошо, да? Сейчас. Ну, потому что... Нет, у вас очень хорошо написано, все понятно. То, что вот было в этом, на секунду. Нужно просто попроще, попроще. Да, и попроще, и что же... И что же прилипает интересный, да? Слушайте, на такие роли, там кучку умеревого, где-то... Ну, ты понимаешь, пока у нас этого не будет, мы не можем сказать. Поэтому ты должен согласиться. Смотрите, что мы... Да, мы поехали... Это реальный вопрос, да? Как написано у Глеба? У Глеба написано. Члены клуба несут ответственность исключительно за собственную бизнес-клуб. Я написал. Я написал. Члены клуба несут ответственность за совместные решения и результаты. Почему? Я потому что не понимаю, как это... Как это, работая в общем клубе, люди не несут ответственность за деятельность своего клуба, за деятельность своей семьи. Как это так? Я не понимаю, как я могу нести ответственность за то, что вы там приняли изменения... Стоп, 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 стоп! Как раз не без тебя. Как раз не без тебя. Или, может быть, написать... Нет, ну смотри... Нет, 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 проект правильно зацепил. Сейчас, дайте вам эту работу пока я помню. Или написать. Члены клуба несут ответственность за совместные решения и результаты, в которых они принимали участие. Вот как-то так. То, что называется, я нарушаю. Да, вот как я понимаю, сейчас я... Не каждый же будет участвовать в каком-то проекте. Я не физик, я не буду участвовать в проекте. Смотри, ну у нас как бы среди, да? Волюбово, положение моё. Члены клуба несут ответственность за совместные решения и результаты, в которых они принимали участие. Они принимают. Вот так мы устали, потому что, в принципе, формулировки, конечно, не прошусь. Честно говоря, я же думал, что вопросом сократили. Я же не был. Ну не совсем. Тест, Глеб, я прочитал, но... А если что-то добавлено? Тогда прочитай, что добавлено. Да, у тебя всё устроено. Ну, кроме вот этого. Ну, когда читал, я его не забываю. Прослушаю. Час. Сейчас. Так, это уже детали, это потом доработаешь, всё, значит... Нет, ну смотрите, это действительно, братцы мои, ещё раз, это не догма. Это документ, который мы переделываем. Это, ну, с тысячи лет начинается первый шаг. Первый шаг, ну, по крайней мере. Вот, я почему тебе вот так? Я следил, ну, просто смотрю, я все телеписки читаю, всё, но я вижу, там, никуда вы не движетесь. Ну, сколько раз приходим, мы тоже нам о какой-то идее расскажем, ну, что никто ничего этим не делает, мы ничего не происходим. Почему? Потому что мы сами должны быть ориентированы. Это... Ну, на самом деле... Ну, не с кем получается. Ну, на самом деле, да. Да, я тоже, когда вот, на самом деле, начинал сказать, что Диану, а тут много разрушились, как будто бы, когда была такая мысль, что на самом деле, ну, наши люди собрались, у нас есть идеи, есть даже ресурсы для того, чтобы реализовать и потерять. Но нет людей, у всех не хватает времени, у всех там туча проектов, и мы там не дохода отнять. То есть у меня даже мысли были заходы, там, у товарища есть... Центр по реабилитации командов алкоголиков и так далее. И даже был у меня заход к нему, у меня наверняка эти люди, у них проблемы, они не знают, где найти работу. Да, мы не можем им дать деньги, но мы можем предложить проекты. Ну, хорошо, есть проект, который там выиграет, что непонятно, где там выиграть, да, но есть проект, который очень быстро. Вот, если выиграть в магазине, уже все вообще, он есть. Если у нас с вами товар, опять, нужно там сделать несколько размомнений буквально туда-сюда или, ну, включиться в разные ролики. То есть, курьера может быть, то есть, выбирай себе ролик, какой ты хочешь участвовать. Ну что, про правила говорим? Правила это, буквально, то, что мы будем делать вчера. Давай. Давай, прочитай. Ну-ка, делай. Ну, я тоже даже не успел меня читать. Или ты это делай? А, уже правило. Сократите тоже, но... А, в манифесты. А, ну... Чуртик уже приняли и... Обсуждать не будем. Правда, ну, почему мы его отложили? Ну, подожди, я так понял, чтобы все... Как первый, как первый, а самополагающий... А я даже не причитал, я откнулся, хотел бы... Вот работали в форме тела, да? В форме тела, да? Вот кто дотягивает. Вот они, вот они прохидеи. Ну, например, вот что нас заставляют сделать, там, эти неверные силы... Ну, это правильно, ты правильно сделал? Да, должно быть. А то я сам получил... Ну, слушайте, а вот, ну, смотрите... А есть какой-то проект, который Куб уже реанализовал? У нас есть конкретно свои. У нас у каждого есть куча проектов, которые реализованы. Свои. Свои уже, да? Но мы никак не можем иметь общих... А, именно вы хотите общих проектов? Клуб – это площадка для знакомств. Нет, вот у меня понимание... У Михайло, видимо, понимание вообще другое. У него должен быть экспертный совет, и Куб собрался, решил, постановил... Скинулись там, все должны там скинуться, и вот экспертный совет постановил что-то сделать. У меня мнение совершенно другое. Куб – это, условно говоря, базар. Куда каждый может прийти и выставить там свой стульк, условно говоря, и... У него там... Есть, собственно говоря, заинтересованность вот конкретных людей вот в этом товаре. Они, собственно, участвуют в этом. Нет, там, в другом. Собственно, я, может, тоже у меня продаваться не будет мое, я пойду, собственно, участвую в другом. Мне для этого не нужен никакой там орден центральный, который там будет постановлять, заменять, что-то решать. Совет экспертов. Да. Совет экспертов. Все здесь решится само собой. И не будет обиженным людьми. Каждый человек сам распоряжается. Это правило и говорит вам. Выражает свою волю. Я читал. И так или иначе участвовать. Он говорит о правиле. Получается, значит, тогда есть реализованность? А это люди подтягивались? Поэтому, на самом деле, я… На самом деле, я… На микромасштабах. Не будет проектов, который реализовался. С людьми, которые пришли в этот клуб? Да. Да. Вот я, например, в Ярославном здесь познакомился. Мы занимаемся с трудовой связью и я всем подложу. Ребята, вы все равно платите за это деньги. Платите через нас, когда вы еще будете зарабатывать. Вот единственный человек, который услышал меня, послушал, сделал то, что надо. Сколько я там накапывал? Тысячу рублей? Пять пять лет. Ну, они же не валялись в дороге. Нет, смотрите. Это же не то, что деньги, да? Это же неважно. Это система, которая позволяет финансировать проекты бесплатно. Одна система. Одна система. Потому что у нас предложено уже… Ну, это система. А реализованная… Нет, одна реализованная система, которая работает. Мы… Вообще я предлагаю строить много чего на кэшбэке. Это тема, которой сейчас банки пользуются. Что такое кэшбэк? Возради. Ну, ты, например, купил бутылочку воды, да? Спасибо. Да, да. Спасибо, Звербанк. Давайте вернемся к вопросу. Сравненький проект. Какие еще вопросы остались у нас? Что нас заставляет? Какие неверные силы? Ну, я, например, не понял из этого, что заставляет делать. Другое дело, я понимаю, что у каждого человека творческая реализация – это некоторое дистанционное начало. В общем, не объявлено от человека. Это некоторых двигателей. Замени божественное сомнение, полечитая на начало. Мы же не можем. Давайте… Ну, это положение какое? Ну, оно не просто открывается, но не просто… …какое… …какое… …какое составляет человек, потому что… …вот сделать эти части… Может быть, она на самом деле в демонической вообще… …энерзии, там просто там… …мордость существования… Я предполагаю… …высказал… …высказал… Мы его не просто сейчас принимаем или не принимаем, мы его прочитаем и отложим. Ну, давайте надпись… Нет, нет, нет. Я потом уже отдельно подумал, мы уже пришли. Мы уже разрешили. – В одинаковом числе, если мы собирается больше в лего заработать, мы будем как принято группой. А, ну, получается, мы сейчас высказали… …измичание потом... А вы ищите, и скорее у вас есть… …по-ороже… …нарешить, иди ищите. – И с удовольствием, да… Как, дороги… Единственное, что хочу сказать… Если я буду разбираться, кто-то… Нет… Ну, Глеб пишет по-своему. Я отформирую. Если вы читаете мое, я формулирую по-другому. Я человек, который пришел из обороны. У меня нет такого, как у Ярослава, например, вечно рада децентрализации. Я не понимаю. В армии нет такого. В армии есть и децентрализация, и децентрализация. Когда тебе командир говорит, ставит задачу взять высоту, ты идешь централизованно, но когда ты ее захватываешь, ты все время децентрализованно работаешь. И это везде. Вот Ярослав, в принципе, тоже там хорошие вещи. Если мы на самом деле не будем. Если мы сейчас долго будем копаться с этим делом, мы завтра просто ничего делаем. Это же театлографация. Я вроде взял документы, вы говорили, что я вроде что-то выскочил, но из того, что я взял, я, говорят, секунд 30. Слышу здесь минут 10 с этой бумаги. Я не знаю, ну что делаю. Мы ходили о том, я уже, я вот взял у Глеба почитал, потом сильно поспорил с этим с вами. Сергей. Высказал, что мы не обсуждаем, или мы обсуждаем? Мне показалось, что я обсуждение, поэтому, а вы опять вернулись. Или ты выходил? Я выходил. Ну давай. Ну давай. Опять за это. Бываешь, ты найдешь... Пошел. Давай, давай. Ты слушаешь. Мы сговорим. Народ. Или садимся, всех куча туда. Ну что так? Вы никогда не закончили. Прямо, прямо, прямо. И ночью всех куча туда. Нашел. Дайте высказку. Чтобы сказать, мне надо почитать. Бывает, чтобы найти стоящую идею, правда, немало мучительных разумий, отведение идей до результата, тяжкий труд. Именно поэтому объединяемся в предприятии научников, каждый из которых хорошенько является парой инновацией. Можно поддержать это, высказать опоснованные сомнения по поводу инноваций своих коллег. Опять. Вот, честно сказать, я неуманно буду здесь какой-то такой... у нас что-то... Идею хорошую придумать сложно, поэтому мы приходим, а реализовать у людей еще сложнее. Поэтому мы... Ты высказывайся. Давай, читай. Высказывайся. Нет, это не вопрос. Причины высказывайся. Нет, пускайся. Вот, если бы ты сказал, что идею придумать трудно, но коллективно ее придумать не очень, поэтому мы собираемся вместе. Я предпочитал, соответственно, коллективный труд, что там японский уже сильно будет. Для того, чтобы реализовать это, там, тяжкий труд, да, но если это сделать, это понятно. А то, это тяжкий труд, и поэтому мы объединили. Но я не вижу здесь, что такое, что такое логику конкретно. А на чем мы это правили? Мы же вот говорили на том, что клуб для чего? Куда прийти? Чтобы сюда прийти, нацарать команду, найти не на мышечниках, на больницу с попом. Ну, делать дело. А почему? Почему я сам не могу? А эти человеку пусть... Да, вот, собственно говоря, вот, если бы ты сказал, да, здесь то, что... Ну, придумать идею, в принципе, можно и однажды. Да? 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 Я бы дальше читаю. Я хочу сказать, что вот здесь вот перед... Вот когда я говорю о мышечке, там, я сейчас, собственно, в современной ситуации реализовать проект это практически невозможно, если нет команды, прототипа того, сего, 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 сего. Да? И идти не было. Все. Он напишется. Для этого, собственно, мы создаем клуб для того, чтобы решить проблему. там поиск членов команды, поиск ресурсов, поиск единомышленных. Это объясняет. Это можно перепонулировать. Я думаю, да. Кирилл, я предлагаю... А тут получается как-то, что мы здесь там по риму объединяемся в клуб, и там... И каждый в свою очередь здесь эксперт инноваций. Ну и что, что это эксперт инноваций? Ну, как сделать? Ну, как сделать? Можешь так править. Конечно, отлично. Почерпни, что... Ты готов? Нет, нет. Не отлично. А ты готов написать свой вариант? Да не надо писать. Для реформы Леха, он не согласен. Почерпни. Почерпни здесь Леха. Отметь, что здесь вопрос. Кого же слышишь? Я вам скажу, что... Собственно, решать. Взял бы просто... Попытина. А ну... Давайте одну поговорить, да? Я бы... Я бы... Потому что... Мы... Почему... Зачем... Я не знаю, я еще дальше не дошел. Вот. Ну... И тогда уже легче это все сформулировать. Слушай, а можно понять тогда? Слушай... Ну... Ты, конечно, тоже прав. Я тут ничего не... Я... Что все правы? Что все правы? Это страшное самое страшное. Кто левый тогда? Ну да. Все правы. Может быть... Что-то хотя бы... Ну... Предложи свой вариант. Ну... Мой вариант я могу, собственно... Да? Сейчас. Я вот задам. А распечатать есть? Чем? Чем? Ну... Можно и распечатать. И когда... Поговори с ребятами. Сейчас. У вас есть что-нибудь? Три минуты закончили. Сейчас. Давай я расскажу. Нет. Ну... Если хотите, собственно, мой вариант. Вот тут до тебя дойдем. Пока ты сейчас найдешь... Толстый. Да. Давай я... Тихо. 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 Члены клуба. Участники команды придумают, что они смогут получить диапазон, потому что они получают 6 тысяч социализаций проекта. Поэтому работают в полной отдаче за правой, получают долю отливания той идеи, которая им понравилась там. Которая будет. Мне это нравится. Здесь члены клуба понимают, что общий успех клуба важнее как личная разработка. При этом общий успех – это сумма успешных личных разработок. Тоже неплохо. Смысл другой. Переоначальном где-то лучше, что здоровое, но там общего нет. Зачем клуб нужен? Лично? Вот ты лично получил и все. Ты ведешь. А что у него? Клуб нужен как площадка для знакомства, для высказываний, для дискуссий, для совместных проектов и так далее. Но то, что общий успех клуба превыше разработки, иначе клуб не нужен. Ну, как бы, я могу с этим согласиться, но тогда в этом клубе непонятному хочется находиться или нет. Ладно, здорово. Но он как раз, как добрая, ну, как семья. Я понимаю, может быть, это описать на другом, я согласен. Я тебе алчный, хочу реализовать свои проекты. Тогда тебе и другие нужны. Клуб нужен? Нет, нужен. Ну, ты же алчный. Алчный. Ты делиться не будешь. Ты посуду быть не будешь. Ты ничего делаешь? Если есть правило, что нужно делиться, и ты ходишь куда-то в путь, и там... Ты должен делиться. Там в семье, когда мужчина, там, женится на женщине, он тоже алчно поступает, потому что его женщина нужна. А не потому что там, ему нужна семья. Все. Тихо. Тихо. Так, доходы отсюда выйдут. Правильно. Это уже правило идет. Тихо. 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 Я в правилах включил, я в правилах. А, в правилах? Да, согласен. В правилах. Дальше, сначала. Ну, все остальное в правилах. А, в правилах является личным. Ну, это, честно говоря, оттуда надо убрать. Ну, это нормально. Ну, ладно, давайте перерывчик сделаем. Вы можете там чуть-чуть обсудить? Если вы хотите от понимания. Мы обсудим правила. Давай с газом. Типа Марксу, допустим. Имеет какие? Типа Марксу, допустим. Типа Марксу, допустим. Имеет какие? Психологию, допустим, монофакаса, да? Рационализации и сопритательства. Вот эта психология нам больше всего. То есть каждый, допустим, класс или главный, или как-то варна, да? Она старается создать свой орден, в котором она выращивает подобных себе людей. Допустим, если военная организация, монофакаса выращивает выполнительных, злых, готов уничтожить любого приказа, да? Если это какая-то финансовая организация, она готовит таких же людей, которые за деньги готовы, то есть любого человека. Слушай, а почему обязательно плохое все они? Почему? Потому что они сейчас... Система такая сейчас... Мы за ними не будем переливать... Нет, ну да, не будем сейчас. Мы дальше органы. Только у инноваторов-изобретателей пока что нет своего органа, который бы выращивали этих же новаторов-изобретателей подобных себе. А так как они сейчас находятся в общем поле конкуренции, то любой изобретатель-инноватор, он становится... ...конкурентом становится. То есть нам нужно поменять, для чего-то я говорю, что конкурент надо создать. Чтобы уже... Если нам удастся поменять законы, что с конкурентами на взаимоспомощность... Я, кстати, согласен. Нет, ничего. Офигительная эмоция. И тогда у меня совершенно... То есть, получается, там, трудящиеся... Ну, а трудящиеся, они любят трудиться, там все, они работают. Дальше идет, там, варна, допустим, этих организаторов производства. Ну, сейчас они бизнесменов выродились. То есть, я считаю, есть предприниматели, это люди, которые в своей душе... Ну, они такие вот подвижные, им что-то заняться. Им не прибыль, конечно, результат, а сама активная деятельность, это предпринимательство, организация, людей. А есть бизнесмены, для которых главное, это время вырвать, ворвать, оторвать, распилить, там. То же самое и трудящиеся. Есть трудящиеся, которые, ну, любят работать, что-то в земле, у меня брат, не договорятся, там все. Ну, как бы, деньги не платил, просто любитель. А другой только за деньги готов это делать. Правильно? То есть, это мы имеем людей по психологии. То есть, мы уже не к классу переходим, а уже к психологии. То есть, людей. То же самое военные, да? Есть военные защитники, а есть военные наемники. Вот только за деньги будут убивать. А другой только без денег готов рисковать жизнью, если главное, что же там, рост там, свой защитить. Хорошо. Ну, о чем я говорю? То есть, а вот эти изобретательные инноваторы, это тоже такое свойство психологического у людей. И их надо выращивать тоже. Но сейчас вся система так устроена, что она старается уже с детства подавить вот эти качества инновационные изобретательские людей. И разрешают только в узком спектре. Допустим, в СССР разрешали научно-технические изобретения. Но как только ты переходил в изобретение к общественным организмам, тебя сразу или в психушку прятали туда. То есть, ты езд в табло, менять в гостюм. Табло. Потому что не было записки инструкции. Там, кто против строя выступает, даже трянул. А его же надо тоже совершенствовать в общечной системе. И получается, что вот изобретатели-инноваторы, они, ну, как бы... Вот я предполагаю, что в будущем это будут какие-то НПО, где-то были права у вас в будущем. Научно-технические там. Ну, опять же, технические. Меня к этому тоже тащат. Ограничено. То есть, именно там уже выращиваются конкретные люди. То есть, уже отбираются уже. И они сформируют уже свои. Вот для чего мы клуб создаемся. А как мы это вот добавим? Вот твои вот эти вот мысли? Как мы перефразируем для того, чтобы писать? Я сейчас пока просто... Никуда. Я перефразирую. Вот смотри, задача. Популяризация. Всемирное развитие. Смокация. Вот это хозяйство. Не-не, я просто заметки делаю. Вот это хозяйство. Это не соответствует тому, как человек. Оно кратко да, но надо, может быть... Нет, ну это манифест. Мы должны это писать. То есть, это заявление, что мы не сейчас почему собираемся. Чтобы психологию именно... Вот манифест сейчас, ну, как скелет. Он правильно написал. А можешь это добавить? Ну, просто первой сайт. Я не понял. Я не понял. Мы этим проповедуем. Да. Ярослав Правильевич. У нас не было двух бумаг. Верни, а мы сейчас вообще об этом... Ну я-то не говорю, что это все плохо. Я говорю, что это нормально. Я соглашаю. Я просто говорю, да нет. Неплохо. Неплохо, но это нормально. Хорошо. Как мы будем это повторить? Вы знаете. Смотри, я буду до двух документов. Не подходит. Если... Ну, тут одни раз, неправда. Понимаешь? Человек должен свое написать. Я хотел бы видеть цельную мысль. Может быть, цельная мысль окажется гораздо лучше, чем... Хорошо. А можешь взять ту же ссылку, которую он заметно прислал у вас здесь, и на 8-е и свой текст. И Кирилл тоже, если он напишет... У Кирилла есть цельную концепцию вот этого. У него написано... То есть это я не просто. Это все хорошо тут написано. Ну, тут правильно так Кирилла. У меня церковь. Все это давно уже известно. Он уже много раз показывает. У нас. Ну... Ну... Я согласен. Вот если... Понимаете, что, получается, есть один манифест, там, другой манифест, третий манифест, четвертый, Кирилл, пятый. Пять манифест. Глупо. То есть я о чем говорю? Если он называется инновационным, то здесь инноватор должен стоять в центре психологии инноватора. А все вот эти предприниматели, бизнесмены, они уже должны обслуживать инноватора. Инноватор должен... Придется трудиться вот нам с вами. Как? Вычитать все эти самые... Да, да, да. Надо все читать. Никуда не денешься. Хорошо. Кириллов прочитал? Не прочитал. Не прочитал. Я не читал. Я не читал. Михаил напишет. Значит, смотрите, господа, давайте попереписим. У нас и туда, и сюда, и обсирания какие-то, и обсирания, и опять там перепирания. Если мы говорим, что мы только про манифест говорим, то значит, Ярослав, у тебя, мне кажется, все... Ну и у кого есть? У тебя. Надо взять вот все варианты и просто манифест. Вот все манифесты. И давайте работайте. У меня есть все манифесты. Нет, нет, смотрите, четкая задача. Давайте поработаем. Уже поработали, я знаю ответ для себя. Я предлагаю взять в него текст, но вот так как прошла итерация, да, то есть кто хотел, тот прочитал. Это все открыто, пожалуйста. Кто не прочитал, значит, я хотел. Дальше. Прошла итерация. Его сократили текст. Что-то там добавили. Вот это то, что добавили, два пункта. Я их... Значит, первый пункт. Один листочек. Значит, давай. Вот первый пункт. Его изменить. Нет, я согласен с тем, что вот это вот нафиг не нужно. Или нужно это переименовать. То, что бывает там, что вот это вот... Тогда поставь тут Глеб и согласен. Я... Мне это нормально. Кирилл не согласен. Хорошо. Кирилл... Плюс. Это я, это я. Тут три плюса, да. Ты знаешь, чем это все закончится? Что я опять должен буду сейчас это все взять и переработать? Да. Так тебе переработать будет заключаться в том, чтобы два абзаца заменить на свои. Те, которые идеи понравилось. То, что клуб это среда для выращивания себе подобных напоминает. И создания условий в дальнейшем именно для, как там, репродукции и инноваторской психологии людей. А будет? Как, допустим, коммунисты пришли к власти, они как бы в России всех коммунистов сделают для продукции. Воспроизводстве инноваторских качеств и способностей для людей. Ведь каждая каста, она воспроизводится военные, они определенные психологии. Дело в чем, когда видишь, что изменилось в документе, гораздо проще читать его новую. Но у нас 5 баллов. А сколько бы ни было. А когда тебе присылают новый документ и тебе его заново весь читать и искать, где там что изменилось, это очень трудно. Поэтому, собственно, вот репозиторий, там, гитхаб один из самых популярных. Ну ладно, не надо там репозиторий стоять. Google Документы очень просто. Заходишь. Правильно. Это видно. Не надо сдалять, в принципе. Просто тех цветов выделил. В Google Документах тот, который замер залил. В нем можно править. Бумажный носитель, он вот не всегда удобен. Ну, пускай так. У нас, знаешь, что хочу сказать. Поскольку у нас 5 человек. Ну, грубо говоря, да? У каждого. Вот. А, вот о чем хочу сказать. У нас с вами разная фразеология. Вот мы по-разному пишем стихи. И поэтому я вот, у Глеба, да, по-своему, он написал цельную концепцию. Но у него по-своему. Мне его слова не очень, не мои. Я написал по-своему. А ты начинаешь по-своему что-то говорить, я не до конца понимаю. И ты по-своему. И именно поэтому мне бы хотелось видеть вашу концепцию целиком. Не вправьте. Ты же начинаешь сразу с того. Нет, я еще о чем говорю. Мы инноваторы. Мы сейчас работаем не новаторами. Ты сейчас предлагаешь. Это старый путь. То есть, когда каждый человек сварит. А потом идет вот синтез, у кого, как говорится, толще, больше и лучше. Правильно? А есть такое понятие, как коллективное творчество. То есть, вот это вот подход. Это и технология. Мы пока психологически не готовы к коллективу высшему. Потому что мы индивидуалисты. И привыкли, что я написал вот это мое, а ты написал твое. Я всю дорогу. И мы меряемся. Почему? Это не не работает. Все время в команде. Давайте так. Нет, ты имеешь в виду, команду одно дело, но командный способ каких-то проектов создавать, это совершенно другое. Все. Смотрите. Есть текст. Сейчас, последнее. Последнее. Последнее слово. Я предлагаю. Знаете, что здесь я вам говорю? Вот есть лист формат. Вот укладывается. Не расставьте на этот формат. Иначе это будет много, долго и дороже. На первом этапе укладывается именно в лист. А потом уже можно пояснение там давать. А вот по истиналке все, мы сразу себя ответим и запишем. Хорошо. Вот с этим текстом, вот эта бумага, они что-то отметили. Я там плюсы написал. Что дальше? Я беру. Беру. И рассылаешь. Все. Откладываем, закрываем вопрос. И дальше все остальное. А потом, в принципе, может даже не собираться, а уже там да-да, нет-нет там. И уже там прям переписки провести там уже. Кто хочет. Деньги. 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 Ты мне пришлешь? А я все внесу. Потому что вы сейчас там подсудили. Давай. Теперь открывай. Возьму Кирилла. Ты мне Кирилла присылай. У нас хранитель манифестов будешь. Так это раньше. Хранитель. Это год назад все уже. Прошли. Давай. Счастливо. Удачи. Заходите. Обязательно. Потому что вот этот вот нормальный союз физиков и медиков, он единственное негерное мы водят. Иначе мы... А у вас в заявлении нет запись музыки? Есть? Потому что у меня просьба один военист. Он такой талант. Вот он хочет записать там свою запись. У него такие вот. Правила тоже ложные. Я должен справиться. Правда это случилось случайно. Честно говоря. Совсем правильно. Ну вообще это и справляется. Я просто не понимаю. Скользко. Здравствуйте. У меня спрос. Слады по пункту. Отправляют письмо. Называется? Студия, да? Да. Почему это? Не потому что он был написан. Спасибо вам. В тот момент, когда вы... Давай. Какой фон он сюда вешает? На горну? Или у вас? Чего? Ну, в этом нехтое спутить. На горну так вешают. Что бы там заняться при записи? Ну... Это специальный микрофон, который снимает... А, ума. На горну? Да. А где секретарь? Я в перо. В перо? Да. Это что? Какая-то группа? Нет. Не услышал? Группа, команда, что ли? У тебя вокальная? У меня вокальная студия. А, вокальная. Детская, да. Детская, да. У меня в трех местах. Но я хочу немножко развести это дело. А мир детства знаете? Мир детства что-то называется? На Турции находится. Это тоже когда... Открытый мир, мир детства. Ну, это одна из самых крупных, у них там свои учащицы, которые есть. Я слышала про это. Я все слышала. Но я авторскими делами своими занимаюсь здесь. Ну, у меня. На своих наработках. А чем успех, по-моему, школа? На Выхина тоже как это есть. Слышал, я прочитала тоже. Я слышала. Но я, знаете, у меня есть амбитер. Я хочу делать как бы свою программу, а не плач. Но я использую этот опыт. Я смотрю опыт все равно. Но у меня есть как бы немножко свой подход к этому. Потом еще есть клуб ПАП. ПАП. Ну, ПАП, ПАП. Да, я понимаю. Не слышала? Я слышала. Да. И про клуб ПАП, и музыка с мамой, и клуб ПАП. И очень много. На самом деле. Но у меня... А Вы загадочные прессы не проводите? Вы их знаете? Ну нет. Еще не ползала. Нет? Вот. Гуслица наша. Это Ваша, да? Это Ваша идея? Про что? Ну, Гуслица – это не наша идея, но это люди близкие нам. А что за культура? Гуслица – это культурный клуб. Ну, в интернете наберите культурный клуб Гуслица. А там будет много Гуслиц. Правильно будет арт-гуслица. Да. Вполне возможно, что там можно что-нибудь провести. Это почти стопроцентная штука. Ну, или мне. Позвоните, мне. Позвоните, я Вам. Гуслица. Гуслица. Или цирководитель прогрессор. Гуслица. 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 Хорошо. Сейчас. Спасибо Вам тоже. Так. Короче. Минфест отложили. Все понятно. Дальше. А что понятно? Работаем дальше. Работаем дальше. То есть не готов? Ну, конечно. Ну, следующую итерацию готовит Глеб. Собственно, я вижу там, что надо заменить, переработать всего два обзора. Ну, это мне так кажется. Я вот эту идею, как я пропустил мне, чтобы создание условий для репродукции и воспроизведения ненавирующих качеств. Так. ДПЛ. На. Давайте. Ну, хорошо. Так. Значит, первое. Собрание по оформлению. Первое. Собрание по оформлению создания клуба. Подписание по оформлению создавшихся. Ну, это... Это правильно. Это в правило. Включил, потому что если на фотофон не подпишем, клуба не будет стоить. Прошу прощения. Задем для одежды ни у кого не осталось. Из наших. Из у кого? Я никогда не оставил. Нет. Спасибо. Это никакой не правило. Просто... Не знаю. Да, дайте я просто... Буду отмечать. Это... Если это не будет сделано, но клуба не будет. Это первая крупная штука. Я... Мое личное мнение... Я технологию написал. Хорошо. Мое личное мнение, что это не правильно. Ну, это неправильно. Дальше. Второе. Избрание управляющего ордена. Общее собрание. Нам надо начинать со структуры клуба. Да. А если это структура... Сначала структуру прорисовать. А потом уже технология назначения... Избрание. Основные функциональные структуры. То есть правило избрания управляющего ордена. Ну, то есть правило. Ну, то, что дальше прочитаешь, а сейчас все пробери. Это правило избрания группы, обеспечивающей функционирование клуба. Вот так понятно. То есть он не управляющий, а просто поддерживает функционирование или там... И как раз вот возьмёт тоже... Я потом тебе пришли на эту печатку. Ну, а вот... Как правило написал там... Объявление там... Я читаю. Правило номер два. Избрание управляющего органа. Это заголовок, да? Правило заключается в том, что управляющий орган — это общий собрание. Управляющий орган — административная группа, я так читаю, да? Которые в промежутках между собраниями обеспечивают работу. Обеспечивают работу. Да? А дальше. Состав административной группы — раз, два, три, четыре человека. А кто там? Акимов, Завер Акимов, Гребен Кириллов, Горослав, Семьцов, Светы, Судей Владиславов. Ну, это не смирается, я знаю, да? Завер, да? Не, а в левом. В левом, как это было? Судей Владиславов. Ну, есть, я знаю. Сейчас появляется. Да. Ладно, не суть. Да, брат. Это вам, это я же не говорю, что это они. Это не сбираются. Написывайся. Это правило, это не значит, что в правилах там у Гребен Кириллов или Гребен Кириллов. В правилах это, что есть административная группа. Где-то список. Да? Дальше. Управляющий орган — обязанности административной группы, да? Обеспечивает решение, значит, административная группа обеспечивает решение оперативных вопросов в рамках правил клуба и разрешенной капитенсии. Ладно. Третье правило — режим работы клуба. Так, уже неделя есть собрания и ответный совет клуба. Проводится один раз в неделю. В месяц. В неделю. В самом деле? Ну, один раз. Ну, неправильно. Одна неделя в месяц. А тогда, наверное, что такое спиртный совет? Что это такое? Нет, там надо добавить, что он проводится один раз, то есть не реже, допустим, одного раза. По мере необходимых здесь. Я обрезал. Да. И то этого мало. Тут я уложил в один листок и все выкинул в черный балл. Для того, чтобы мы… Сергей, вот ничего личного. Мечтается мечтами. Наверное. Для чего мы разговариваем? Хорошо. Так как у меня время закончилось, я предлагаю… Ну, говори, говори. Я предлагаю. Я это знаю. Поэтому, естественно… Взять те пункты, которые написаны у Глеба в манифесте, те, которые в манифест не попали… А какие там? Давай. Где-то написано про то, когда сколько раз собираться. Про административную группу где-то написано. Ну, где-то. Там этого нет. Вовсе нет. Там есть про проценты. Не нужны проценты здесь. Проценты не относятся к… Они относятся к временному трудовому коллективу, к группе, к лаборатории. Они не относятся к клубу никак. Хорошо. Клуб каким-либо образом рекомментирует внутренние взаимоотношения в командах. Смотрите, я пытался упрощить, что есть только секретариат, больше вообще ничего нет. Не экспертов… Ну, мы завел… Я объяснил почему. Что вы не дократики. Я тут прописал, что можно голосовать, что секретариат может использовать любые формы современных вот этих вот… Ну, то есть повестка не атакает, а рассылку сделан. Это вот то, что… Ну, это распечатка сделан. Вот первый вариант. Вот второй вариант. Вот второй вариант. То есть все равно клуба какая. Есть общие собрания, есть секретариат, что больше ничего нет. Секретариат какой-то… Его выбирали. И в чем дело? Он… 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 На самом деле ведет деятельность клуба. Он… Ну, хорошо. Ну, это та же самая… Ну, это самая… Рассылка… Рассылка… Все то же самое. Я прошаю. Значит… Вступление в члены клуба происходит автоматически при соблюдении настоящих правил. Без бюрократической волокины. Понятно. Этого принимаем кто за, кто проводит… Кто же не давал его за этот круг в партии. Ты являешься членом клуба… Три года, да? Стоп. Ты являешься членом клуба, если ты выполняешь правила клуба. Административный аппарат здесь избыточный. Но… Для того, чтобы принять человека в клуб административный аппарат не нужен. Он пришел, постучался в пустые двери. И что? Выполнял правила клуба… Кто? Вписывал хотят. Не надо писать. Не помню. Разрыв шаблона. Нет. Это не разрыв шаблона. Это ты никогда не работал в промышленности. Да вот о чем ты говоришь. И ты не хочешь даже… Он пришел. Человек сюда пришел. Он пришел, подключал. Он заявил свои потребности. Он пришел. Вот закрытые двери. Кто должен это писать? У нас уже была… Вот они, двери закрытые. Постучался человек. И что? Он встал сюда на клуба? Кто-то должен нафорник или он сам где-то оформляться на какой-то страничке. Давайте так. Кто является членом пиратской партии? Не знаю. Я про пиратскую партию ничего не знаю. Это не мой клуб. Хорошо. Кто является либертарианцем? Да не надо глупости всяких говорить. Вот мы с тобой же здесь сидим. Это и глупости. Нет, подожди. Мы сидим сегодня здесь, и у тебя совершенно простые правила. К тебе человек пришел, а дверь закрыта. Кто ему откроет эту дверь? Ты про физическую дверь. Вот она, физическая дверь. Про физическую дверь я здесь вообще ничего не говорю. Хорошо. Давай про виртуальный. Я говорю про клуб. Хорошо. Клуб – это объединение людей. Да. Так? Да. Про дверь мы ничего не говорим. Про датности мы говорим. Как человек попал и попадает в клуб. Интернет знаешь. Нет интернета у Александра Борисовича, например. Нету. А человек ценнейший. Отлично. Не стоит трех нас с тобой. Отлично. Как он знал, если нам плохо? Нет интернета. Ну? Отлично. Поехали. Для людей, у которых нет интернета, для них правила распространяются на бумажном носителе. Кто сделает бумажном носителе? Кто распечатывает? Ну ты же вот хочешь… Ты же не хочешь этим заниматься? Тебе же наплевать на это дело. Ты займешься своими делами. Кто его тогда примет? Так ты же хочешь. Нет. Я не хочу. Я почему этим занимаюсь? Потому что другие это не занимаются. У меня свои задачи и дела навалом. Почему администрация занимается? Я Александр Борисовича. Клуб хочешь пригласить? Это не я хочу. Это он свободный человек. Хочет вступить к нам в клуб. Если он хочет вступить в клуб… Вот приходит, дверь закрыта. Еще раз. Клуб. Это Дарвиновский музей. Дверь. Может быть, не здесь. Может быть, в Копернаке. Слушайте, давайте еще проще сделаем. Есть социальные сети. В какой-нибудь социальной сети открываем. Хочу вступить в эту группу. Если у него нет компьютера. Если он не умеет пользоваться. Я за вам специально… А что вы говорите? Какой у него нет компьютера? Сейчас уже я не вымерли у вас. Есть такие люди. Я сегодня звонил такой человек. Который меня съел. Он. Женщина, которая сидит в 60 вектарх. Еще чего-то. Так. Время у меня опять закончилось. Давайте я вам все-таки доскажу. А потом будете обсуждать. Она входит до бесконечности. Еще раз. Значит. Читаю. Все. Да. Исключение из клуба. И из реестра членов клуба происходит автоматически при невыполнении настоящих правил. Реестр. Кто ведет? Опять же. Кто должен сказать, что он выполнен или не выполнен? Святой Дух. Это же тоже… Так дальше. Вымясение и исключение из реестра осуществляет секретариат клуба. Знаю. Святой Дух. К твоему скажу. Делается все автоматически. Вот. По Божьему уверению. Программа пишется, если делается автоматически. Нету программы. Хорошо. Что такое даут? Децентрализованная автономная организация. Слышал? Не слышал. Слышал. Ты цигуном занимался когда-нибудь? Чем? 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 Да. Я сказал, что Женя в этой гидрофонике, как свинья в апельсине, ничего не знает, он просто сказал, а амбиции, о-о-о, я ему говорю, расчет, покажи, сколько будет стоить конечный продукт. В данном случае, я как, ну, команда, а я могу высказаться ему, что что-то у тебя там не так. Я, например, не являюсь членом экспертного совета. Это, например, у нас система должна заработать, и тогда это будет, определяет кто-то действительно экспертный. Это же члены клуба, это же все те же самые. То есть, получается, все члены клуба являются экспертами. Да, просто у нас один раз в месяц, один раз в месяц, ну, собрание называется экспертный совет. Хорошо, то есть, получается, что все являются экспертами. Значит, один раз в месяц все члены клуба собираются экспертный совет. Ну, это хорошо у нас здесь, сейчас у нас сто человек, и что? Сто человек экспертный совет. Ну, это уже толку не так. Нет, вы что, забыли? Для чего у Ирины сказки рассказывали? Ну, для чего? Она написала нормальную сошелоскетку. У меня это решение. Хорошо. Как ты представляешь себе собрать сто человек? Это физически в одном месте. И это в интернете. Подумаем. Может быть, интернет здесь нет? Как интернет? Ну, для меня интернет, например, начало интернета. Я здесь не образил. Вот для меня все наши почты, все наши сайты не являются для клуба, тем самым, что у клуба должен быть свой сайт. У клуба должна быть своя информационная система. И только она должна быть один сайт, один сайт. Ну, может быть, их 10, но обнимые они должны быть. Один или 10? Один сайт у клуба. И вот через него должна вести вся работа. Централизованная система? Понятно. Я хотел этот вопрос уже обсудить. Попробуй сейчас во всех этих разберись. Во всех бумажках, которые у нас нет. Да, один сайт должен быть. Там черт. Смотри, вопрос следующий. Какой домен брать? Дело в том, что предложили хороший домен. Заменка .rf, да, и там что-то сделали. Заменка потом говорит. Я не буду для политических, если свои цены могут. Правильно. Все очень правильно сказано. Поэтому должен быть кто-то совместственный, кто скажет. Давай задумываться. Я тебе верю. Это вот я не вижу. Это, наверное, не является юридической, да, структурой. Ну, без юридической структуры тогда мы не можем оформить это мир на сообщество. Лимфовое среда употребление. Да. Вы правильные. Все очень просто. Все очень просто. Есть люди? Вот я не знаю. Я Ярославу доверяю. Вот мне кажется, он никогда не... Да, 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 да. Я их доверяю. Да, 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 да. Меня скидывается по струблей. Да. А я вам потом скидываю. Хорошо. Я не говорю, что вы должны взять это доминное имя на себе и гарантированно держать. Спасибо. С гарантированно держать, что это будет именно доминное имя. Вот это правда. Да, да, да. Блин. Это уже пройденный этап, правда. У нас... У нас... Если вы не доверяете, я, конечно, написаю в ответственном языке. Здесь вопрос не в том, чтобы сделать сайт. Сайтов можно сделать там 10 тысяч. Важно написать на каждом из этих сайтов одинаковые правила. Которые для всех участников... Сайт нужен. Ну, зачем ты плодишь вот эту мелкотурь? Ну, кому она нужна? Смотрите. Мы сейчас обсуждаем... Еще раз возвращаюсь. Про манифест и про правила. Вот эти правила и манифест, они могут быть на одном сайте, на 10 сайтах. Но за общим веками как ты это будешь все... Вот ты человек, у которого квартира, работа, и все. То как ты будешь копать? Правила не меняются. Манифест не меняется. А жизнь. Вот жизнь. У нас есть там база проектов, да? Да. Проект это, собственно... Это база идеи. Это не просто статичная какая-то часть, это процесс. Вот зародился с идеей, тут собралась команда, люди там публикуют задачи, под них кто-то подписывается, они реализуются. Проект растет капитализация и так далее и так далее. И это все на миллионе разных сайтов. Люди не знают о том, какие проекты есть, какие есть люди, какие есть ресурсы. Все, вообще просто все потерялись. Хорошо. Давайте вот по этажам, давайте про манифест. Манифест вот где? Где брать манифест? Где читать манифест? На официальном сайте. На официальном сайте. Я могу все это скопировать в сайте. Хорошо. Я как член группы, по-моему, 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 по-моему. Хорошо. Расслабы. Мы делаем сейчас. Ты в то время делаешь себе это. В то время есть система. Но даже ты собираешь всю информацию на эти привычки. Тебе нужно, чтобы в одном месте, у тебя была эта структура, тебе понятно и что там все прочее. Чего делается сайт? Для того же самое, чтобы каждый к нему привык, зашел и там ты был полностью наружен. Согласен. Давайте дальше продолжим. Значит, про диспеттный совет поговорили. Подожди. Подожди. Мы опять пробежали. Все. Будем делаться. Будем. Давайте это на следующий раз. Ну да. Мы можем каждый вопрос суждать. Давай-давай. Я пока закончу с этим. Подожди. Значит, мы останавливаемся, что административная группа, председатель секретаря, означает, что все члены клуба являются экспертами. Вхождение и выход из членов клуба автоматически система должна делать саму. Ты смотри. Тут моя система. С одной стороны. Не верно, да. С одной стороны. Если я председатель секретариат, то клуб не начинал с тобой, а с собой какими-то францами. Это как раз деятельность клуба порождает группы. Но по этой деятельности клуба порождает группы, как раз, в общем-то, эффектно. Что это? Это же дееспособные группы, которые отдают... Дееспособные группы, которые клубу отдают какую-то часть твоей работы. Ну, подожди. Начнем с простого. Мы, почему-то, как игру, начнем с себя. Будем мы по 100 уровню скидываться, что за... Мое мнение, да. Мое мнение, да. То есть 400 рублей? В месяц. В месяц. В месяц. Тогда 4820. Какие-то наши клубы. Хорошо. Надо тогда сразу на ответ поговорить, куда эти деньги поймут. Потому что вот я за нем не хочу дать деньги. Я не спорю. Ну, я вот даже вот это вот. Вот кто покупал? Если это прозрачно... Это не деньги крупных. А, тогда Кириллу сдаем. Кирилл, Кирилл давай. Банкир. Ты знаешь, Кирилл. Ну, опять же, это тоже вопрос, конечно, который тоже помогает. Как сдаем, куда сдаем, чего там сдаем. Потом, что Кирилл куда сдаем. Куда сдаем. Как сдаем. Кирилл кирилл куда сдаем. Так, сдаем. Кирилл куда сдаем. Кирилл кирилл, где я сдаю вверх. Так, сразу на процент положено. Друзья, смотрите... Ну, я тут написал просто так, да, вопрос очень если взносов. Я написал, не рассматриваю. А я думаю, что я ежедневно делаю на свою фигню, что я тоже делаю в раз в месяц. На мой взгляд, это очень важно, чтобы мы понимали наш парень. Дайте я прочитаю. Здесь написано то, что Замир выложил по своему совету. Для финансирования проекта могут привлекаться либо уполномоченные кубы компании, либо создаваться новые экспедиции. Все расходы в поведении в хозяйственной деятельности, отчисленные налоговые, желтые и расчеты, когда проговариваются займем, должны быть в точных цифрах и процентах от транзакций. Все хозяйственные операции ведутся на базе специально созданных для этих сайтов ООО и ННН. Нет, это ОООО и ННН, это кто-то написал. Это заметно выложил на своем сайте и в Google Документах. Данные информации открыты для всех участников. То есть, в моем понимании, когда речь идет про проект. А, да, в предыдущей секунде. Вы можете мне написать ИНН, ИНН, ООО и НИНН? У нас сейчас есть программа такая, там благонадежные и неблагонадежные. А, да, 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 да. А, да, да, да. Посмотрю. Нет, просто смотрите. Много разговоров по этому. А много учредителей я видел. А у них четко работает. А у них баланса будет стоимость? Ничего не знаю. А у них нет стоимость. Да, да, да. Потому что вопрос, кто на налогах возник, я там писал, да? Забех. Или вообще, собственно, было. А мир там плавает. Забех был такой. Давайте предложим, наверное, на генеральный директор. Там возник уже СИМИКС. СИМИКС. То, что давайте там через СИМИКС собирать. Да? Ярослав пишет, как у СИМИКС его самих проблемят. Там уже начинают деньги. Давайте я сейчас объясню ситуацию, которая происходит. Замер, он хочет собирать деньги. Любым способом. Не в зависимости от того. Как угодно. Понятное дело, что организация там есть. Он сделал большую работу. Естественно, что это должно быть оплачено. Естественно, что он занимается за 12 тысяч рублей. Вот это большая работа, она в 12 тысяч рублей. Я не верю, собрал людей. Это большая работа. Я просто, ты говоришь, где-то про институт. Ну, это юридорство, оно две функции выполняет. Во-первых, объединяет людей. Потому что они, тех учредителей, там, 21 человек, чувствуют, что они в какой-то организации совместят. Чувствуют. Слава, Ваня. Мне Слава сказал, что... И, как бы, да, являешься членом сообщества военного. Ну, и второе, оно может привлекать, он может использоваться для привлечения средств. Дальше. Замир сейчас с Рубеном Сивиксом. Рубен предложил, он сейчас делает свой проект «Семья», называется. Замир ему эту идею рассказал, он эту идею взял на вооружение и сейчас ее реализует от себя. Замир, он выступает в роли консультанта. То есть, Рубен, он сейчас нужен именно в качестве вот этого... Ну, мы не знаем, понимаешь? Мы договоримся, поэтому... Я же на вас присутку. Просто, наверное, посмотрите. А сейчас я не могу сказать, да? Наверное, в консервной карте. Ничего. Ничего не могу. Ага. Ну, может быть, слушай, может быть, и хорошо, вот этот разговор не надо. Не надо, не надо, не надо. Вот этот разговор не надо. Не, она записывается в любом случае. Короче, знаю Рубен, я не сильно надеюсь на то, что будут какие-то собраны деньги в счет компании ОМО и НТН. Это вообще не верю. Поэтому я за миру постоянно одно и то же. Хайпы, пирамиды. Он их создавал, участвовал, привлекал и все. При этом у человека открытое сознание, то есть он мега крутой, там, добив, все супер, здорово. Но именно из вот этой репутации получается, что есть вопрос. Это не говорит о том, что он, ну понятно. Хороший, плохой, он хороший. Просто он надеется на то, что ОМО и НТН будет получать какие-то деньги, я на это не надеюсь. То есть там будет все четко по договору. Но договор будет составлен таким образом, если он еще не составлен, да? Который, ну, в любом договоре может всякие подводные камни, я знаю. В общем, будет проект «Семья», который будет реализовывать идею «За мира», в той или иной степени. К клубу «Инноватом» это не будет иметь никакого отношения. Вот это будет отношение к «Симиксу». «Симикс» ребят очень хорошие, делают очень хорошее дело. Краудинвестинг. Я вот тоже рекламирую, да? Потому что это единственная работающая площадка. Народная. Краудинвестинг. Это Краудинвестинг. А мы про Краудинвестинг. Краудинвестинг еще есть. Есть еще Краудинвестинг. Есть еще Ростат Трэм. Но это, во-первых, взрослый Краудинвестинг, констат, еще и выше. И Краудинвестинг его назвать сложно уже. То есть под определение не пропадает. Поэтому… Краудинвестингвестинг. Краудинвестингвестингвестинг. Все. Замечательно. Я так делаю новато. Сейчас… …освязанное проект. Да. Отсветить именно с позиции то, что у «Иннн» занимается хозяйственная деятельность. Эти 100 рублей я предлагаю собирать в ООО «Иннн» и замер сам ими распределиться. Услышали, да? Предложение. 100 рублей собирать замеры. Как собирать? Либо через… Значит, замеры. Либо не учебники. Стоять. Мне вообще непонятно, для чего собирать эти деньги. И если собирать… Секунду компанию. Нет, не секунду. Если собирать деньги, то надо четко понимать, куда надо. Да что? Я могу предложить свою схему. Да? Как бы это могло нам давать? Люди приходят на собрания. И есть такое добробольное примутительное пожертвование. 100 рублей. Вот. Эти деньги поступают в некоторую систему на счет того человека, который эти деньги внес. Да, ему кошелек. И, собственно, дальше этот человек должен по каким-то дедлайнам, ну, допустим, раз в месяц или раз в то, не важно, распределить эти деньги среди тех проектов, которые выставлены членами клуба на определенный конкурс финансирования. Да не нужно, скорее. Пошерпаем. Может быть, это может быть так, а может быть, это краудинвестинг. Да. Ну, нет, на самом деле, я думаю, что вот это как раз таки не инвестинг, а это именно деньги, которые выдаются проекту просто безвозмездно. Краудфандинг, это не краудфандинг, фандинг это на целевое, когда ты продукт, это отложенная покупка. То есть я тебе даю 10 рублей, а ты мне даешь там в рубеже. Ничего не дали. Ничего не дали. Ничего не дали. Кружку или тарелку или ничего не дали. Тогда донейшн. Нет, ты можешь. Ну, краудфандинг вот утолдился, снимали, да? В нашей поляче. Краудфандинг это коллективное сотрудничество людей, которые правильно объединяют свои деньги, для ресурсов инвестиций. Краудфандинг. Альтернативный финансовый инструмент для привлечения капитала, стартапа и трех. То есть плачет. Хорошо. То есть плачет. Пускай краудфандинг будет. Это смачно. Не надо путать. А краудфандинг это, когда он собирает ресурсы. И деньги, и столы, и станки, и умения. Да, и все. Хорошо. Согласен. Я распешу в краудфандинг. Да. Ну давай. То есть мы создаем... По сути дела это продолжение той идеи. Кто-то, может быть, слышал мою идею по поводу налоговой системы. То есть если сейчас мы государство берем, просто отчуждая часть нашего заработка и мы дальше не знаем вообще им цену. Мое предложение, что государство не должно отчуждать это. Оно должно, собственно, создать такую систему, куда ты заходишь, и вот твои деньги, которые ты... Они же остались в твоем распоряжении. Ты ведь не можешь потратить на себя, а ты их должен потратить либо по региональному делению, там что-то на федеральном уровне, что-то на региональном, что-то на городском, дворах. Либо, может быть, по областям, определенную часть, там, на здравоохранение, а определенную часть, там, на образование. Не надо же рисовать, Ярослав, все понятно. Определенную часть, там, на оборону, может быть. Ну, в общем, на... А как, маркеринг будем распределять или нет? Смотри, вот, если говорить о налогах, да... Вот у тебя, нет, ты зашел, у тебя 100 рублей нарисованы. Я же уже с позиции программы смотрю. Да. 100 рублей. 100 рублей у тебя там есть, твой баланс. Да. И тебе предлагается выбор какой-то. Ты можешь тыкнуть и сказать, сюда 10 рублей, сюда 5 рублей, сюда 3 рублей. Нет. 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 У нас добротехи, примерно, тоже, самореализованы через лайк. Ну, если мне понятно... Ну, то есть, лайк... Лайк, и тебе какую-то штуку. Если корпорация у нас есть, то другое дело. Но при корпорации мы можем, там, отчислять... Покажи, пожалуйста. Мы говорим о проблемах. Да, давайте... Нет. Мы просто говорим про... Кирилл просто рассказывает идею, какая... Идею я понял. Идею я понял. Собственно... То есть, это можно сказать, что это... Проект это бывает. А как проект? Да. До свидания. А вот, кстати... Я бы уже сказал... Никакой не добротех. Я сказал... У клуба... Вот вы очень часто прислушали. Клуб... Вы, верно, заметили про всякие дела. Ничему не должно подчиняться ни управление клуба, ни финансирование клуба, ни каким другим структурам, у кого он это клубным. Да. Добротех, просто вот это уже реализовано. Я понимаю. Уже... Я это писал, я это использовал. Я использовал. Ну ладно, подождите. Я бы сказал, пункт финансирования, я бы сказал лучше, пункт реализации проекта. Потому что вот эта вот сумма, которая собирается, она стимулирует людей делать реальный проект. Не говорить. Если ты только говоришь, как замеры там... Сколько раз я у него спрашиваю, ну дай мне смену вообще, хоть что-нибудь покажи, что ты делаешь. У него всегда думает, делай, вот у нас то есть, все есть. Тут... А можем мы в эту систему включить вот эту происточность? Обязательно. Не нужно. Не обязательно. То есть это, с одной стороны, система, в которую инвестируется вот эти... Доля определенных этих взносов, которые мы платим, она идет не только на проекты, но определенная доля идет на развитие самой системы и на процессуальные расходы группы. Без этих 100 рублей. Без этих 100 рублей. Да. Без этих 100 рублей, да? Без этих 100 рублей, да? Сейчас, братцы, для понимания. В фонде реализации проектов будет строчка, которая обеспечивает функционирование клуба, ну там... Да. Ну вот это инвестиционная система, в которой, скажем, это все реализовано. Среди пунктов будет стоять обеспечение функционирования клуба, да? Да. Хорошо. Я правильно понял? Да. Что, тем не менее, мы из этих денег на клуб что-то расходим. Да. Но, в принципе, основная масса этих денег, она создает некоторую... То есть, как на проекте, как на проекте. Стимулирует людей что-то делать. А это самое, а человек может вообще на функционировании клуба вообще ничего не сделать? Нет. Ну, он просто не член группы. Стоп, 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 стоп. Если бы правило... Он просто не член группы. Все. То есть, ты не считаешься членом клубом до тех пор, пока у тебя там есть что-то на членом. Я должен поддерживать инновационное движение. Да, если ты не поддерживаешь какой-то результат группы... Я как раз за это, я просто спрашиваю. Может быть, это как-то определенный статус, да? Ты можешь, собственно, там какие-то бейджики. Вот я, типа, за свое время, там, вот, внес сюда, там... Ну, личный кабинет. 20 тысяч. И не просто личный кабинет, а это некоторые бейджи, которые тебе говорят... Вы представляете? Вы представляете? Это в интернете бейджи, где я могу открыть информацию, что я финансирую проекты. Да. Нет, это где я могу открыть. Нет, это где я могу открыть. Нет, это про совесть говорить, что ты... Ну, сколько он вложил. И сразу же будет. Вот это, на самом деле, есть такая вещь, что с одной стороны вот здесь вот, да, когда я вкладываю, мне репутация особо не нужна. С другой стороны, нам крайне нужна репутация с той точки зрения, когда мы создаем общий проект, и мы тогда уже, если мы не будем друг другу доверять, то у нас ничего не изменится с места. Потому что я передаю тебе какие-то, там, материальные средства, может быть, да? Ты мне доверяешь ответственность, там, каких-то инсайдерскую информацию. А с другой взял, он бежал, достал. Да. Это же репутация. Весь, чем дать финансов. У него даже репутация в клубе. Она будет обручать работу по поврампу клуба? Нет. Вообще, в принципе, я скажу так. Вот сейчас, только сегодня я могу пообщаться, вот в Ярославе встречался с человеком Юрием Судаковым. Он разработчик блокчейн, и у него как раз он пришел к очень похожей системе, системе учебов клуба. Юрий Судаков? Да. Вот. Я хочу в ближайшие дни с ним пообщаться на этот счет. Я думаю, что… То есть он разработал, вообще, свой блокчейн. Вот он сейчас работает на одном доме. Я думаю, Ярослав может оценить. Ну, по крайней мере, как декларацию, да, я видел этот блокчейн, да? Он говорит, что у него скорость в локс секунды не имеет. Я думаю, это просто фантазия. Это может он все сделать. Ну, и дальше. Ну, это скорость транзакции. То есть если для локс секунды… 10 минут надо ждать, чтобы быть уверенным, что транзакция прошла. Ну, это потому что они всю информацию не держат. А если ты закроешь период, там, месяц в архив, месяц в архив, месяц в архив, месяц? Да, да. Нет, ну, там и так, блок — это, собственно говоря, уже готовый блок, это уже открыт. Правильно, но его не наращивают, я его просто на определенном моменте скрывать, и он идет. Или там, ну, есть такое понятие, там, о десять дней. Он десять дней идет, потом что-то там режется, то уже в архив, дальше. А если надо, он может стыкнуться. Ну, а смысл? Зачем? Зачем это надо? Я никак не могу понять до конца. Вот этот блокчейм, вот эту всю историю, нахер ее нацом. Нет, но кому это интересно? Смотрите. Смотрите. Это система доверия, скажем так. Когда можно уже будет точно сказать, что не то, что там за сайтом стоит какой-то администратор, который, если захочет, там что-то другое будет и так далее. Вот. Это, хорошо. Система доверия, которая дает возможность всем доверять друг другу. Потому что если там учтено, так, значит, не то же. Хорошо. Есть вот этот Юрий Судаков. Есть еще какие-то ребята, которые... Можем ли мы их привлечь, чтобы они тоже на какой-то такой с нами основе, там, захотели бы участвовать в создании? Я думаю, да. Потому что создали. Вот что я хочу сказать. Надо самим сорганизоваться. Почему я вспомнил, потому что если система реализуется на блокчейне, и там реализовать систему репутации, то это уже автоматически значит, что отдельный вот этот модуль репутации может быть использована там где угодно. Это понятно. Ребята, мы... Для того, чтобы мы не ограничились над любым в наш клуб, да, нам необходимо сначала самим сорганизоваться, написать этот манифест, подсунуть этот манифест человеку, сказать, прочитай. Он прочитает, скажет, да, мне эти правила игры нормальны. Наконец-таки, вот ты понял. Теперь, что в правилах игры? Опять же, финансируем. Почему я сказал правовое длинное такое? Понимаете? Это ключевой вопрос, потому что вся эта... Манифест мало кто читает по итогу. Вот мы его придумаем, мы его читаем. Те, кто заинтересован, и кто осмысленно сюда придет, да. А те, кто будет, типа, вот, которые, знаете, бегунки есть, так, а что тут можно там, что? Тем похер там, на них крышки есть и ставят все. Некогда читать, знаете, вот это все. Ну, что же такое? Я... Ну, все равно... Человеку обращаешься, рассказываешь ему идею. Там, да, клуб такой, он, да, интересно. Что нужно? Сто рублей. Он тут думает, что я за это сто рублей получу? Ты сам что, правильно? Я сто рублей отдаю. А что я за это получу? Если ты получаешь возможность привлекать средства в свой проект. Да. Ну, тут записывается репутация, что ты пообещал выполнить проект, а ты его выполнил... Свой тоже. Понимаете? Нет. Чужой и свой. Если он в проект привлекает, то уже когда в проект заработает какую-то себе. Я тут вначале мы на взносы делаем, а потом уже из проекта какие-то отчисления уже обратно возвращаться. Не будет. И в перспективе, я бы предлагаю, что уже за счет проекта можно выполняться. Если я заболел, то он не помогает. Больше процентов, чем он за счет. Я гораздо более за счет. Один проект. Я говорю, это надо. Я не отменяю этот кусочек из этих проектов. Но это правда. И еще плюс общий. Я почему-то почерплю. И еще плюс общий. Это называется... Я думаю, что вы заинтересованы в этих проектах. Они с вами будут получать обратные связи от этих проектов. Это не значит, что человек получает деньги настолько. Это возможность привлечения средств на свой проект и других ресурсов. Мы формализованы. Опять уж деньги. Вопрос понятный. Но следующее собрание мы соберемся. Мы про что будем говорить? Мы будем написать правильное. Следующее собрание замер будет вещать. Да, подожди. Замер Мак. Замер Мак. Замер Мак. Замер Мак. Там много всяких. Нам собираться, как бы, до того момента, как мы сформируем документы, собираться вместе. Мы бросили вот обсуждать вот эту или не эту. Все обсуждение идет по почте. В интернете. По какой почте? Ну что ты? Вот мы сейчас с тобой с тобой... Как гораздо больше сейчас от тебя услышал, чем по почте и читать. Увольствоваться интернет. Почтой пользоваться... Да никогда ты не сделаешь того, что мы сделаем с тобой в команде. Вот здесь. Увольствоваться интернет. Не рассказывай. Интернет, он по-своему ограничен. Еще раз повторюсь, пожалуйста. Ты не рассказал сейчас гораздо больше, чем ты пишешь. Вот. Мы сегодня два с половиной часа. За полчаса. У нас тоже есть там будут диски какой-то документ. Я просто не умею создавать там. Ну... Ты создай тогда и нас всех пригвозишь туда. Я четыре раза написал, блин. Мои ссылки табу. Четыре раза толкает, чей ты рекаунт. Тебе надо выкинуть в мою базу данных всю, что я набирал. И ты умеешь сегодня. Потому что этого много. Ты цельного документа ты не делаешь нифига. А он нужен цельный вот такой короткий. Между прочим, и тебе. Ты же начинаешь писать письма. У тебя куча ссылок. Посмотрите это. Посмотрите это в видео. Я уже не делал эту сумму. Посмотреть за письма. Уважение. Ну давайте кратко расскажу. Дайте там одну минуту. Мы перебивай. Мы не собираешься. Мы динансируем. Первый манефест. С манефестом более-менее. Манефест я взялся. Значит... Манефест... Механику там... Сергей мне пришлет манефеста, который он свел на страничку. Я его свожу в еще один вариант. Не присылай. Я не знаю. Мы давайте сделаем... Ну или давайте так... Я... Кирилл, можно я сделать? Я уже взял на себя? Профессор. Ну, я сделаю на... Чтобы это на Google диске было. Да. Да. Потому что это с собой таблицик. Ну, который я знаю. Сейчас работаю. Хорошо. Но ты тоже должен взять это на себя взятие, посмотреть и комментировать. Это... Это возможно. Когда... Когда в переписках там... Смотрите. Как вы действуете? Ребят, послушайте, пожалуйста. Мне это присылают все. Ну, вот Ярослав мне уже присылался. Евгений присылает. Я... Компинирую 10 текстов. Проверя Ярослава. Он делает на Google диске и отравляет нам. И замера тоже входит. Всем больше не надо. Вот еще плюс замера. Тем более, что... Да? Тем более, что оно уже сделано. Ну, оно еще не сделано. Винтер сейчас есть? Нет. Ну, ты хочешь, чтобы у нас был документ, который там у ОИНН стоит, да? Ну, например, я не понимаю, почему ОИНН стоит. Кирилл, а можем мы сейчас распечатать? Что? Ну, там 2.1. Из той ссылки, которая... Так вот же оно. Вот он у тебя распечатан. Вот он. Дополнение, которое в Google диске есть. Есть. Дело в чем? У Сергея есть этот документ с дополнениями в Google диске. Почему мы тогда обсуждаем устаревшую версию? Да потому что я в тебе говорю. Когда я знал, как с тобой, как с Кириллом, как с Кириллом, обсуждал, я понял, что это бесконечная тягомотина. И сделал короткий документ. Я взял и во любом порядке сделал короткий документ. Хорошо. Хорошо. И завтра мы с тобой опять будем... По клубу мы совсем ничего не делали. По правилам. По правилам? Мы опять все время уходим в деньги. Деньги правильно. Но деньги появляются после действительно чего-то. Серега, ну, значит, нам еще... Мы 12-го числа соберемся или опять не соберемся? У меня... И зачем? Если мы до 12-го сформируем по переписке по email документы... Мы 12-го? Нет. Мы 12-го собираемся. А зачем? Что делать? Здесь... Балаган. За мир устроен балаган. Собираться. Я вижу балаган. Балаган. Я думаю, что мы будем говорить про инфекция. Нет. Может, его отправят туда. Пускай он там. Балаган, а он здесь туда. Да. Ну, просто для нас же это... Никогда не согласен. В общем, до 12-го числа доработки эти документы. Да. Ну, сервис, да, в сервисе. Правильно. Возьми, если можно, да? Забирай, забирай. Возьми. Ну, смотри. Что это вот сейчас? Ну, если на бумажке вносить... Вот, видите, у меня на празднике уже... Нет. Это тяжело. Ну, если иметь, то, что это было... Нет. Я бы не хотел. Да. Ну, что мы... А, нет. Мы работаем в сфере, что там у нас есть довольно чем-то. Чем-то не будет, но в это время. Ну, мы... Ну, просто... Ну, это... Я хотел спросить про облака, если ты в курсе как-то на работе. В общем, мы сделаем дело, парни. Я чувствую. А, для всех. Мы сейчас все время опять же говорим про автоматизацию. Да, великое дело. У меня ощущение такое, что у нас должен быть наш сайт, где централизуется все, и у нас должна быть мобильная штука. То есть, чего же мы так и так само без конца? Вот сюда все должно приходить, в конце концов. Ну, сюда не сюда, а как раз вопрос той электронной системы, базы данных, которая должна быть создана. По облакам. Ну, для того, чтобы это кто-то взялся за эту организацию... Ну, сначала надо решить, ну, как это делать, опять же блок-схемы рисовать. Ну, помимо блок-схемы... Да, и кто за это заплатит. Смотри, по облакам. Я думаю, он арестует просто энтузиазм. Подскажите мне, подскажите. Я был в этом самом ВАСИ, на заседании русского аналитического сообщества. И там вот попал мужик с прибором. Ну, маленький прибор такой, он лучом лазера, допустим, определяет. Все, я заканчиваю. Да. ВАСИ 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 ВАСИ